У нас с вами открытая консультация. Напомню вам, что я не рассматриваю вопрос, связанный со здоровьем. Пожалуйста, пишите про жизнь. Если это болезнь разума, то можно писать. Вот первая записка. Я алкоголик, постоянно пытающийся научиться жить трезвым. Прошу вас ответить на два вопроса. Значит, первое, что хочется сказать, что алкоголизм — это болезнь. И это болезнь разума. Некоторые люди думают, что алкоголизм — это плохо. На самом деле алкоголизм — это болезнь. Плохо — это то, что у нас, по крайней мере, в России, на рекламах пишут. В рекламах водки пишут. Чрезмерное употребление спиртного может плохо отразиться на вашем здоровье. Чрезмерное употребление спиртного. На самом деле может плохо отразиться на вашем здоровье любое употребление спиртного. А чрезмерное употребление спиртного точно угробит вашу жизнь. Вот если бы такая реклама была, это было бы другое дело. Ну то есть что такое алкоголь? Алкоголь — это наркотик. Очень опасный, коварный наркотик, потому что он имеет слабое наркотическое действие. Если бы это был героин, тогда все понятно. Укололся и уже на рогах. А что касается спиртного, то это опасный наркотик, потому что он является традиционным в нашей культуре, в культуре Земли сейчас уже в целом. То есть этот наркотик является традиционным наркотиком. Он не является особо опасным наркотиком, нетрадиционным. Он является традиционным наркотиком, и он уносит больше жизней в год, чем любая война, которая существует на этой земле. Ну то есть это реально, и он уносит больше жизней даже, чем любое заболевание, которое существует на нашей земле. Ну то есть это реально пандемия земная создалась в результате этого наркотика причиной тому корпорации, которые рекламируют, делают бизнес на счастье людей. Ну то есть ясно, что если бы не было вообще алкоголя на земле, то жизнь была бы намного прекрасней, это 100%. Почему? Потому что у людей не было бы варианта. Они бы не расслаблялись таким способом, пытались бы искать другие, более правильные. Поэтому алкоголизм возникает в основном от психического перегрева. Человек психически перегревается. То есть это связано с энергией огня, которая неправильно движется в организме. И спирт охлаждает человека, охлаждает от этой энергии. Если говорить грубо, с точки зрения Арведы. Но следует также понять, что вообще человек пьет, потому что ему не хватает любви. То есть энергия огня — это также энергия любви. Энергия огня, чистая энергия огня, которая движется в уме и разуме, это и есть энергия любви. Надо просто понять, что человек, который не может трансформировать энергию огня в любовь, то есть очистить, у него грязный огонь движется по организму. Это значит, что его желание любить больше, чем желание отдавать любовь. Если у человека желание любить больше, чем желание отдавать любовь, это значит, что его огонь будет осквернён этим желанием, огонь его ума и разума. В результате наступает перегрев. И этот перегрев создаёт психическую неудовлетворённость в виде обиды, напряжения, гнева. То есть это состояние в буквальном смысле называется неудовлетворённость, сильная неудовлетворённость жизнью. И когда эта неудовлетворённость становится сильной, тогда человеку надо снять это состояние, иначе ему будет плохо. То есть, ну что значит плохо? Это значит, что всё, что угодно. Есть органы конкретно, которые сильно перегружаются от перегрузки огненной энергии. Это сердце, печень, головной мозг, гормональные органы все, щитовидная железа, поджелудочная железа и так далее. И именно эти органы вылетают при длительном потреблении спиртного. Это печень, сердце, головной мозг. Они перестают нормально работать. Но идея моя заключается не в том, чтобы доказать, что спиртное пить хорошо. Идея моя заключается в том, чтобы объяснить, что это болезнь, и болезнь, имеющая социальную природу. Но как это объяснить, я вам сейчас могу привести пример. Если сейчас кто-то заявит, что бактерию сальмонеллу в маленьких дозах употреблять полезно. И начнут выпускать сальмонеллезные яйца с целью повышения иммунитета у человека. Типа, если понемножку есть, иммунитет будет повышаться, и все будет классно. То интоксикация сальмонеллезная будет преследовать все человечество. И человечество будет думать. И как бы на рекламе сальмонеллезных яйцах будет написано, чрезмерное употребление сальмонеллезных яиц вредит вашему здоровью. Какое чрезмерное употребление? Любое, даже глядеть на них нельзя. Потому что если с привычкой такую дрянь есть, то уже значит, ты просто посмотрел, тебе захочется, ты купил и отравился. Точно так же со спиртным. Дело заключается в том, что все, что связано с разумом, оно вызывает веру. Мы будем о вере говорить сегодня вечером. Все, что связано с разумом человека, оно связано так же с верой. Поэтому, так как спиртное действует на разум, поэтому всегда связь, все, что со спиртным связано, всегда есть элементы поклонения. Допустим, у нас праздник. В древней культуре, когда праздник проходил, посреди стола ставили святыню, то, чему надо поклоняться. И как бы настраивались и ели как бы с медитацией на эту святыню. Сейчас что посреди стола ставят? Время праздника. Тоже святыню. Бутылочку. И все. Когда во время праздника в древней культуре люди что-то хотели сказать, они всегда сначала прославляли Бога. И кульминация праздника было употребление освященной пищи и так далее. Каких-то таких вот ритуалов, связанных с святостью. Сейчас кульминация праздника что является? Когда наливают святыню в рюмки. Понимаете, если такое отношение к этому зелью у нас развито в культуре, и это считается правилом хорошего тона, то о какой болезни мы говорим сейчас? О болезни человека. Нет такой болезни человека. Есть болезни общества. Целого общества. Эта болезнь называется неправильное восприятие спиртного. Я сейчас вам немножко приоткрою глаза на это дело. Если вы не возражаете. Дело все заключается в том, что обычные продукты, которые мы употребляем в пищу, они никак не связаны с духами вообще. Ну, допустим, яблочко съел, духи не привязываются во время переваривания яблочка к нашей психике. Но существуют определенные продукты, которые увеличивают связь с духами. Эти продукты названы невежественными продуктами. Например, если мы наедимся слишком много чеснока, то связь с духами, которые вызывают гневливость, увеличивается в психике. Если мы едим много лука, то связь с духами, которые увеличивают похоть психически, увеличивается в организме. И если мы, допустим, употребляем много хрена, то связь с духами, которые увеличивают агрессию психическую, увеличивается в нашем организме. Поэтому эти продукты питания названы невежественными, потому что они увеличивают связь с духами. Точно так же связь с духами увеличивает мясная пища. Она увеличивает связь с духами, которые вызывают страх. Поэтому люди, которые потребляют мясо, склонны жить в страхе и агрессии, вызванной страхом. Почему связь с духами, которые вызывают страх? Потому что мясная пища связана напрямую с душой, которая уже покинула тело. То есть нас с тем миром, с потусторонним мясная пища связывает. Поэтому, соответственно, так как этот мир и тот никак связаны быть не могут друг с другом, поэтому человек, который живет, боится, потому что тот мир уже присутствует в его теле, он его немножко покушал. И это вызывает противоречие сильное. Вы же согласны, что жить на кладбище — это не самый лучший вариант. Правильно? Поэтому, соответственно, мясная пища тоже неблагоприятна для сознания. Хотя нельзя сказать, что она сильно вредна для здоровья. Хотя каждую секунду в мясной пище, в каждой клетке идет процесс увеличения токсинов. Потому что природа так устроила, что если животное какое-то погибает, то там процессы саморазрушения включаются. То есть не обязательно бактерий попадать в мясо, чтобы оно разлагалось. Мясо разлагается из самого себя, потому что там есть так называемые литические ферменты, которые увеличивают количество токсинов самопроизвольно. То есть разлагают клетки, которые в теле, которые уже не предназначены для жизни. Поэтому с этой точки зрения сказать, что мясо совсем уж полезно, я бы не стал этого делать. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что уж там сильно с точки зрения здоровья вредны. Но с точки зрения психических функций вредны очень. Поэтому, если кто-то в радости хочет жить, лучше ограничивать или вообще исключить мясную пищу. Но, понимаете, существуют определенные так называемые продукты питания или околопитания, которые очень и очень сильно связаны с духами. Например, достаточно человеку хотя бы чуть-чуть выпить спиртного, хотя бы низкоградусного, то немедленно, так как спиртное определенным образом меняет защиту разума, то есть происходит как бы брешь. Защитная структура, защита разума — это что такое? Разум, главная функция разума — это трезвость. Человек, когда разум функционирует нормально, он пытается оценить ситуацию, в которой он живет. И главная функция оценки — это понимание опасности. Понимаете, в этом заключается трезвость, это понимание опасности. Но когда человек... И это защищает также человека от духов, трезвость, потому что духи, они действуют через похоть, через жадность, через гнев, через раздражительность, злобу. И также они действуют через чрезмерную психическую расслабленность, раскованность, вседозволенность. Ну то есть вот этот вот брешь, связанный с вседозволенностью и расслабленностью психической, создаётся спиртом. То есть этот спирт просто на тонком плане угнетает определённые функции разума, и у человека создаётся впечатление, что всё классно. «Ребята, я вас всех люблю!» Ну то есть это нельзя сказать, что это прямо стопроцентная любовь, просто человек не чувствует опасности, и естественно, когда у души нет опасности, она раскрывается, она начинает всех любить, потому что это её естественное свойство — любить всех. Не факт, что именно спирт вызывает желание любить. Это слишком высокая честь для него. Но просто он, убирая опасность, человек естественным образом раскрывается, и он готов всем подарить целый мир. В этом заключается свойство этого продукта. Но проблема заключается в том, что когда человек раскрывается, в него входят духи, которые связаны с деятельностью этого продукта. И эти духи, они вызывают вполне конкретную вещь. То есть было бы всё хорошо, если бы не духи, понимаете? Ну попил, расслабился и всё. Проблема заключается в том, что когда человек выпивает чуть-чуть, в него входят эти духи, которые питаются за счёт открытости человека. Пока человек открыт, они как бы сосут из него силы. Ну то есть духи, они не могут питаться по-другому. У них нет грубого тела, чтобы переваривать пищу. Духи питаются за счёт живого существа, который живёт в теле. Поэтому в этом заключается их особенность жизни. Они не могут жить самостоятельной жизнью. Им нужен кто-то, чтобы присосаться к нему и жить за счёт него. Поэтому, допустим, если человек разгневался, дух входит в него. Что он делает? Он заставляет его гневаться дальше. Понимаете? Дух этим занимается. Он заставляет гневаться дальше. И человек в результате гневается дальше и дальше. Он не может остановиться. У него возникает хроническая злоба по отношению к какому-то человеку. Это означает, что дух укрепился в его сознании. Не факт, что этот человек прямо сразу в психушку поедет. Нет. Но дух будет пытаться его вывести из равновесия. Поэтому, чтобы избавиться от влияния духов, человек должен просить прощения, чтобы хроническая злоба вышла из его психики. То же самое происходит, когда человек выпивает. Он пьёт. И что происходит? Дух заставляет человека пить дальше. Он вызывает определённое состояние психическое, сильной нехватки спиртного психики. Жажду. Жажду по спиртному. Хотя, допустим, мы можем такой эффект почувствовать, когда пьёшь газированную воду. Газированную воду, когда выпиваешь, она утоляет немедленно жажду. Становится легко. Но через некоторое время ты чувствуешь, что тебе опять хочется пить. Но это желание пить вызвано именно газированной водой. И в этом человек, он как ненормальный, начинает пить всё больше и больше этой газированной воды. Пока у него со всех щелей она не польётся. Вот. И при этом жажда всё равно не утоляется. Так действует газированная вода. То же самое происходит с употреблением спирта. Нарушается механизм регуляции количества. То есть человеку до последнего, он до чёртиков, когда будет пить, всё равно ему будет хотеться пить больше. Он не может остановиться. Он останавливается только когда, когда он уже не может себя контролировать совсем. И то есть, когда все функции разума уже отключены, человек дальше не может уже пить, потому что он как бы не ориентируется в пространстве. Но пока это состояние не пришло, он будет пить дальше и дальше, дальше и дальше, потому что духи требуют. Они вызывают этот эффект. Влияние на психику вызывает жажду спиртного. И в этом заключается вред спиртного. Если бы всё было вот так, чуть-чуть выпил, расслабило, это может действовать как лекарство. Это факт. Это факт. И даже в иурведе используется спирт как лекарство. То есть, допустим, при сильных болях в сердце, когда ничего не помогает, есть такие средства, которые быстро снимают эти боли, они связаны со спиртом. Но, понимаете, когда человек пьёт для того, чтобы убрать боль в сердце, риск того, что он будет дальше ещё больше пить, есть, но не такой большой. Поэтому это используется в крайних случаях для лечения. Но когда человек пьёт в застолье, то есть он, понимаете, проблема заключается в том, что когда человек кушает, его волевые функции полностью уничтожаются. Человек, когда кушает, он не может остановиться. Это очень трудно, реально. Это возможно только для очень сильных людей. Пока человек не наестся, он будет есть и есть, есть и есть. Почему? Потому что отключается воля. Когда человек ставит бутылку на стол, он вместе с едой начинает выпивать, что происходит? Воля отключена с помощью еды, а спирт своё дело тоже делает. Получается как бы безостановочный процесс. Человек и ест лишнего, и пьёт лишнего. То есть он не может остановиться. Но вторая проблема заключается в том, что духи, после того, как человек достаточно сильно выпил, там есть определённый переломный момент, которого человек и ждёт. То есть он ждёт, он хочет выпить настолько много, чтобы его расслабило совсем. Как, допустим, в бане. Пока не допаришься, не уйдёшь. Что значит допаришься? Тебе должно расслабиться всем, чтобы тебе уже ничего не хотелось вообще. То есть расслабить. Но заметьте, что после бани ты спокоен по отношению к бане. А после спиртного на следующий день хочется выпить вновь. В этом заключается разница в расслаблении. Ты не пойдёшь на следующий день опять в баню. Тебе немножко неприятно это. Думаешь, может через недельку, через две, не раньше. Но когда ты выпил, и наступило отрезвление, ты хочешь выпить вновь. Почему? Потому что есть такая сила, невидимая сила, которая тянет тебя это сделать. И в этом заключается проблема спиртного, а не в чём-то другом. Попытайтесь это понять. Что здесь не проблема расслабления, не проблема, как некоторые объясняют. Спиртное улучшает метаболизм в организме. Лёгкое пиво, вино, особенно вино, улучшает пищеварение, улучшает сасываемость пищи в организме. И так далее. Всё правильно? Никто вообще с этим не спорит. Всё правильно. Небольшие дозы вина улучшают пищеварение. Они создают улучшение кровообращения, давление нормализуется, настроение улучшается. Всё классно. Проблема заключается в том, что любая доза вина, она вышибает волевые функции разума. Потому что с небольшой долей входит дух, который будет дальше тянуть на себя. Понимаете, допустим, вам продали конфетку. Эта конфетка очень вкусная. Но когда вы её открываете, оттуда вылетает такой робот, который раз вам за горло, и душить вас начинает. Вы можете, конечно, купить конфетку, поставить её и не открывать. Она вам нравится. Эстетическое чувство вызывает. Вы поставили её, допустим, в стенку и смотрите на неё, на эту конфетку с горлышком. Но проблема заключается в том, что когда человек на что-то смотрит, у него возникает желание. И это желание потом начинает расти. И потом придётся всё равно открыть, рано или поздно. Потому что желание — это сила, которая уничтожает силу разума. Поэтому веды объясняют, что спиртного в доме быть не должно. Но надо просто поставить вето на это дело. Потому что когда бутылка в доме стоит, она скверняет атмосферу. Духи заходят. Просто когда ты смотришь на бутылку, на эту дух появляется между тобой и бутылкой. Во взгляде он начинает существовать. Поэтому спиртного в жизни человека быть не должно совсем. И тогда духам неинтересно, они не подпитываются, они сначала выворачивают психику наизнанку, требуют своего. А потом, когда человек не подпитывает духа совсем, ему приходится уходить. И это траур такой. Человек чувствует траур внутри себя. Но у него пропадает желание к спиртному. У него отвращение к спиртному возникает в какой-то момент. Но также ощущение траура. Когда мы с кем-то расстаёмся, всегда траур. И с духом, когда мы расстаёмся, тоже траур. И одновременно с ощущением траура человек чувствует неприязнь к спиртному уже. Потому что это чувство неприязни, дух уничтожает в психике человека. Поэтому весь механизм очень прост. Это болезнь разума, которая заставляет человека подчиниться другому живому существу, живущему на тонком плане. Это болезнь социальная, потому что человечество приняло этих духов в свою судьбу. И оно очень к ним относится трепетно. Оно позволяет им существовать в своей жизни во время самых важных моментов жизни. Например, когда у нас день рождения, когда у нас свадьба, когда у нас похороны. Мы приглашаем в нашу жизнь этих духов, которые ничего общего с счастливой судьбой нашей не имеют. Это очень неблагоприятно приглашать этих духов на эти очень интимные, возвышенные и чистые мероприятия. Особенно если это касается свадьбы. Это вообще очень чистое, возвышенное мероприятие. Там не должно быть ни грамма этой энергии. Когда человек оставляет тело, ему нужна духовная помощь, ему нужна чистота. Когда люди нажираются, как свиньи на его поминках, он чувствует эту энергию духов, которые потом терзают его в тонком теле и не дают ему нормально подняться, куда надо. Они оскверняют его, они очищают. Человеку нужно очищение после смерти тела. Ему нужно очищение, нужна чистая молитва. Но когда люди выпивают и поминают его в пьяном угаре, то этого очищения не происходит и облегчения тоже не происходит. Человек после таких поминок чувствует ещё больше потребность в этом человеке. Потому что облегчение когда наступает? Когда человек молится за другого, у него сердце, лёгкость возникает. Это означает, что он помог, очистил того человека. Сердце, лёгкость возникает. Допустим, ваш близкий человек попал в беду. Вы его в больницу отвезли, и у вас сердце, лёгкость возникает. Вы помогли ему. Точно так же молитва облегчает участь того, кто уходит из этого мира, идёт своим путём. И поэтому они требуют от нас помощи. Они заставляют нас думать о себе, близкие наши. И в это время надо просто молиться. Но мы что делаем? Мы напиваемся, оскверняем их память. То есть они думают о нас, мы оскверняем это всё. Духи входят в эти отношения. И они оскверняют их жизнь, приносят им страдания. Почему мы пьём тогда? Потому что мы не знаем, что это такое. У нас полное невежество по поводу этого вопроса. Мы не знаем, что это за сила, как она действует. Мы знаем только, что иногда люди теряют себя, употребляя спиртное. И каждый человек думает, меня это не коснётся. Но, господа мои, если вы играете в рулетку, у вас 9 мест для патрона и одно место с патроном. И вы крутите эту рулетку, потом приставляете к виску и нажимаете на курок. Почему вы считаете, что вас это не коснётся? Иногда у человека живёт в хороший период жизни, а иногда в плохой. Когда он выпивает в хороший период жизни, он может себя контролировать, дух не сможет его сломать. Но когда он выпивает в плохой период жизни, а именно в плохой период жизни и хочется выпить, когда ты уже к этому привык, вот тогда он тебя и придушит. Меня это не коснётся, я сильный человек. У меня поноса никогда не будет. Почему вы думаете, что у вас никогда не будет поноса? Живот закрутит, и пойду бежать, и какать, и всё. Любой сильный человек становится слабым в какой-то момент. Поэтому не надо бахвальствовать и думать, что я лучше, чем все остальные. Если вы хотите знать, что получается, сходите в психушку, где лежат алкоголики. И вы увидите, что стало с этими людьми. Это может ждать каждого из нас. Поэтому надо сказать, этой штуке нет. Если не можете сразу, то надо сражаться. И вот этот человек, я его очень уважаю, что написал это письмо, он сражается. Духи душат его, а он сражается. Он спрашивает меня, какое питание, в какое время суток будет для меня благодатным. Для разума и душевного покоя, без которых я не в состоянии долго оставаться трезвым. Пока мне помогает только вера, но необходим еще и подходящий рацион. Хороший вопрос. Дело в том, что существуют продукты питания, которые охлаждают психику. И человек, который склонен выпивать, он должен знать эти продукты питания. Это мята. Мята сильно охлаждает тонкое тело ума и очень полезна тем, кто склонен выпивать. Валерьяна охлаждает тонкое тело ума и полезна тем, кто склонен выпивать. Можно напитки с мятой и валерьяной использовать. Анис. Эта специя тоже охлаждает психику и полезна тем, кто склонен выпивать. Дальше. Свекла. Это продукт питания, который полезен, охлаждает психику, полезен тем, кто склонен выпивать. Дальше. Тыква. Продукт питания, который действует точно так же. Не стоит увлекаться охлаждением с помощью прокисших продуктов. Имеется в виду квашеная капуста, квашеные огурцы. Это питание нормальное для зимы и для осени, для тех людей, которые имеют очень напряженную жизнь. Но для тех, кто склонен выпивать, все, что связано с уксусом, потому что это тоже спирт, вид спирта. И лучше не использовать эти продукты, потому что они взаимо... Ну, это как катализатор, понимаете? Если человек ест солененькие огурчики, ему опять хочется выпить, понимаете? Это один тип пищеварения, поэтому лучше всего не использовать это в пищу. Яблоки охлаждают. Хурма охлаждает из фруктов. Категорически запрещено людям, склонным к спиртному, есть виноград. Он очень сильно нагревает психику и он вызывает желание выпить виноград. Есть некоторые сладкие продукты, которые категорически опасны для того, кто склонен выпивать. Это виноград, как я уже сказал, торты. Ну, то есть они нагревают. Это тоже свекольный сахар, но он нагревает. Любые сладкие блюда, чрезмерная сладкая пища, она опасна для тех, кто страдает алкоголизмом. Она вызывает жажду сильную, поэтому алкоголикам часто она и не нравится, они любят сладкое часто. Но однако же, вот те продукты, которые я перечислил, также огурцы охлаждают, не соленые, а простые огурцы, сильно охлаждают организм. Рис из круп охлаждает, бананы охлаждают. Из масел охлаждает виноградное масло, вот здесь как раз нормально виноградное масло использовать. И льняное масло, два масла, которые сильно охлаждают ум. Им на этих маслах следует готовить. Также сливочное масло. Нельзя тем, кто страдает алкоголизмом, использовать подсолнечное масло для приготовления. И соевое, и оливковое. Они очень сильно нагревают психику. Если использовать в питании только эти продукты, можно быстро остужать организм и таким образом избавляться от перегрева и в зависимости от спиртного чисто физической зависимости. Потому что есть психическая зависимость, это тянет выпить. А есть физическая зависимость, означает стало плохо. Ну то есть стало плохо, перегрев произошел. Вот этот перегрев, он также лечится различными методами, которые связаны с ношением чего-то на себе. Например, с помощью камней можно избавиться от этого физического перегрева и также психического перегрева. Но камни не могут избавить человека от привычки пить, от связи с духом. То есть дух они не отшибают. Человек сам должен избавиться от этой привычки. Он должен убрать спиртное из своего... Но сильного желания пить не будет, потому что будет холодно. То есть охлаждение организма. То же самое делает прорубь. Или ледяной душ. Не просто холодная вода, а ледяная. Она тоже та же самая делает, она отшибает духа. Когда человек находится под влиянием ледяной воды, духи вообще все от него отваливаются. Они не могут жить в этом состоянии. Точно так же духи отваливаются от тех, кто находится в глубоком религиозном состоянии. Если человек заходит в храм, и в этом храме идет серьезное поклонение, духи остаются за территорией. Они не могут это терпеть, потому что для них это очень жарко. Они чувствуют... И они не могут терпеть ни сильный холод, ни в психике, ни сильную жару. Для духов, когда идет служба, им очень жарко становится. Они вылетают из тела, как ошпаренные. Поэтому это тоже помогает. И человек, который, допустим, склонен выпивать, он знает, что... Ну, если ты ни капли в рот не брал, хочешь выпить, зашел в храм, желание выпить ослабевает или вообще отпадает. В зависимости от того, насколько ты погружаешься в эту атмосферу религиозную. Поэтому вот такой рацион питания и такое поведение. Синяки... И, кстати, баня тоже облегчает. Но баня без... Сами понимаете. Без пыва. Синяки и круги под глазами у меня с ранней юности. Я бы списал на алкоголь, но у моей непьющей сестры они тоже есть. А вот у моих бывших собутыльников нет. Хоть они и старше. Дело в том, что есть только одна причина синяков под глазами. Это излишний огонь в голове. Все эти объяснения, что это от почек или от давления. Это все ерунда полная. На самом деле есть только одна причина того, что синяки под глазами появляются. Это излишний огонь в голове. Потому что вот эта вот зона, нижняя века в глазах, оно связано с глубоким мозгом. Когда глубокий мозг перегревается, то перегрев выходит через эти зоны. И возникает ощущение жара в этом месте. И это, ну то есть перегревается этот кожа в этом месте, она чернеет от перегрева. Поэтому и появляются круги под глазами. Нет другой причины. Если человек будет постоянно мазаться мятной мазью, голову себе мазать, то у него сразу же белеет эта зона. Можно даже их мазать, вот эти зоны, мятной мазью, сандаловой мазью, маслом сандаловым, мятным маслом. Есть такое доктор Мом, средство такое, в синяких баночках от простуды. Практично, так? Пришло мало людей. Хотя никто руку не поднял, что это плохо. В Риге все очень деликатно. Руки не поднимают, просто не приходят и все. Уже с детства я по отношению к окружающему миру пессимистично настроен, скептичен и довольно безразличен. Понимаете, вот эти вещи все зависят от положения Юпитера в гороскопе. Если Юпитер слабый, то у человека нет энтузиазма. Это само собой так происходит, что он скептичен, безразличен. По темпераменту таких людей называют меланхолики. Просто слабый Юпитер. И чувства работают слабо. То есть нет такой активности в чувствах. Но дело в том, что всегда такие люди очень глубоко могут воспринимать мир. С одной стороны, они безразличны к нему, с другой стороны, у них чувства работают хорошо вглубь. Не бывает так, что человек совсем лишен энтузиазма. Ну то есть где-то энтузиазм есть. Просто его надо найти в себе. И может сейчас почитаем дальше, может быть это будет объясняться. Очень многие вещи делаю из сознания долга. Видите, сознание долга это уже признак силы Юпитера. Стараюсь всегда помочь друзьям, знакомым, незнакомым людям. Тоже признак правильного положения Юпитера. Потому что когда человек чувствует в себе пессимизм, он страдает от этого. И он видит страдания других. И это страдание других в нем вызывает боль, сострадание. Когда человек имеет какую-то проблему в жизни, он видит, когда людей с похожей проблемой, у него всегда возникает желание помочь. Это естественное преимущество тех, кто имеет какой-то недостаток внутренний. так меня воспитали, что надо помогать другим. Но по большому счету не испытываю никакой радости от этого. Ну, здесь и не нужна радость. Очень часто у меня не хватает оптимизма и вдохновения. Вот представьте, если бы я читал лекцию и испытывал от этого радость. Хорошо, хорошо сказал. Нам так нравится быть вместе, ребята. Вы бы походили на такие лекции, нет? Я бы обалдел от того, что говорил. Вы бы не пришли сто процентов. Когда человек помогает, ему не надо испытывать никакой радости. Потому что радость приходит, когда люди испытывают радость, и ты ее как бы поглощаешь, но ты при этом не должен сам радоваться внешне. Вот, допустим, ни один хороший юморист не делает этого. Я разок был в юмористической сценке вместе с одним очень сильным юмористом. И мы с ним вместе делали сценку. Он вытворял какие-то вещи, и все просто падали от смеха. И я тоже начинал смеяться. Я не мог с собой ничего сделать. Когда я что-то делал, люди смеялись, мне тоже было смешно. Я понял, что я не юморист. Потому что когда он делал, все смеятся, он смотрит на них совершенно с тупым лицом, ему все равно, что они делают. И продолжает вытворять. И все еще больше смеются, он опять спокоен. Понимаете? Когда человек по природе юморист, он никогда не будет смеяться вместе со всеми. Никогда. потому что такова в этом сила юмориста заключается. Точно так же помогать людям. Зачем от этого балдеть? Просто людям хорошо и будь счастлив от этого. Очень часто у меня не хватает оптимизма и вдохновения, но при этом стараюсь все делать лучшим образом и качественно. Вот как раз людей, которых не хватает оптимизма и вдохновения, всегда стараются все делать очень внимательно и качественно. Мы сейчас переезжаем и у меня жена собирает сумки, потому что я уехал и мы кое-что недособрали. И для нее это большая каторга. Почему? Потому что ей надо каждую вещь положить очень правильно. Вот несколько сумок у нас собирается несколько сумок. Я собрал все, что можно было собрать за полчаса. Все наполнилось. И она сначала так расстроилась, плакать села, а потом подошла, смотрит, все уже собрано. И она попыталась там все поменять, переставить, как-то переложить, как надо. Ну смотрит, все более-менее нормально лежит, просто быстро все это было сделано. И она говорит, вот спасибо тебе, ты мне помог. И одна сумка осталась не собранная, уехал. и сейчас она потеет, там эту сумку собирает, собирает. Это для нее каторга. Почему? Потому что когда человек делает все очень скрупулезно, это не приносит сильно большого счастья, понимаете? Это очень большая аскеза. Когда человек делает все быстро, это более такой счастливый процесс, чем когда человек очень скрупулез. Ну представьте, я сейчас одну тему буду вам объяснить в течение двух часов и буду думать, забыл я что-нибудь или нет сказать. Вы же умрете на этой лекции. Вы не сможете ее слушать. Почему? Потому что вот эта скрупулезность это большая аскеза. Она вызывает напряжение психическое и у человека, и у других. Поэтому вам надо учиться делать скрупулезно, но не слишком. Если вы будете делать так, будете как бы более в легкую форму превратите это действие, тогда радости и вдохновения будет больше, чем если вы будете делать лучшим образом и качественно. Понимаете? Это может быть перебором. Последние годы работал в сфере общественных отношений. Работа интересная, но большой любви не испытывал. Работал по 12 часов 7 дней в неделю почти все время проводил на работе. В конечном счете уже год без постоянного заработка. Работаю с отдельными проектами. Это понятно, у вас такая ситуация, что все без постоянного заработка. Это нормально. Сейчас я в двойной ситуации. Есть время для чтения книг, осознания новых знаний, но в то же время испытываю недостаток в деньгах. Это придает депрессивный настрой, хотя я стараюсь думать позитивно сколько могу. Хороший вопрос. Смотрите, дело все заключается в том, что работа вообще не дает никакого позитивного настроя. Работа это аскеза, предназначенная для того, чтобы выжить. Понимаете, позитивный настрой работа дает только у животных. Когда, допустим, зайчик грызет кору дерева, это для него работа. И это дает ему очень позитивный настрой, потому что он животное. Но у человека работа только некоторое время может давать позитивный настрой, а потом он к ней привыкает. И это для него аскеза, потому что без работы невозможно жить, потому что невозможно жить без без денег, без продуктов питания и так далее. Поэтому мы работаем для того, чтобы жить. Люди говорят, в чём моё предназначение? И имеют в виду работу. Но на самом деле это просто глупость так думать. Потому что работа — это не предназначение, это способ жизни, и всё. Способ жизни не является предназначением. Допустим, на какой кровати мне спать? Вопрос. В чём заключается моё предназначение? На какой кровати мне спать? Я говорю, вам спать надо на такой-то кровати, вы будете от этого чувствовать здоровье, но это не является вашим предназначением. Нет никакой разницы, что спать, что работать, с точки зрения предназначения. Потому что и то, и другое просто удовлетворяет наши животные потребности. Работа предназначена для того, чтобы человек кушал, для того, чтобы он содержал семью, для того, чтобы он нормально спал и для того, чтобы он был защищён в жизни. Вот для чего предназначена работа. Теперь, что касается вдохновения. Поймите, что вдохновение идёт не от самой работы, а от того, как к ней человек относится. Если человек от работы ждёт денег, вдохновения не будет. Надо научиться работать так, чтобы во время работы испытывать другие чувства. Надо во время работы пытаться сделать всем приятно, желать всем счастья, делать всё для других. То есть стараться во время работы отключиться от этого животного инстинкта самосохранения. Надо во время работы настроиться бескорыстно. Чем больше бескорыстнее будет в работе, тем больше будет радости в работе. Понимаете, в этом заключается идея. Однако же, вот в этом письме есть один очень важный смысл, который я хочу вам сейчас объяснить. У разных людей способность радовать других имеет разную силу. И в зависимости от этого люди бывают или счастливые, или несчастные. Вот смотрите, допустим, возьмём вот такую вот шкалу, поставим вот такую шкалу. Вот, допустим, посередине мы поставим точку, и вот эта вот часть шкалы означает желание быть счастливым, а же эта часть шкалы означает желание дарить счастье другим. Вот смотрите, желание дарить счастье другим, только оно приносит счастье. Желание быть счастливым, хоть оно и кажется, что оно приносит счастье, на самом деле оно счастье забирает у человека, оно не даёт ему счастья. Вот этого человека, который написал письмо, у него желание быть счастливым огромно. Желание дарить счастье вот такое, маленькое, а желание быть счастливым огромно. В результате того, что это желание быть счастливым огромно, это по судьбе ему дано, у него так устроена психика. Поэтому ему надо очень большие усилия прилагать для того, чтобы быть счастливым. Но этот человек не знает, в каком направлении усилия прилагать, потому что если он вот столечко делает пользу другим, то у него вот столечко уменьшается это желание быть счастливым. И у него получается посередине, то есть он помогает другим, просто успокаивается, он не становится еще счастливым, он просто нейтрализует свою болезнь, сильное желание быть счастливым. Именно эта болезнь рушит все сферы счастья человека. Допустим, девушка выходит замуж, и у нее сильное желание быть счастливой по-женски, очень сильное, и очень мало способностей давать другому счастье. Как себя эта девушка будет вести? Как вы думаете? Она будет постоянно ныть, что ты не смотришь на меня правильно, что ты не разговариваешь со мной хорошо, что ты нечуткий, незаботливый, невнимательный, ты не понимаешь, что такое любовь, не любишь меня, не общаешься со мной близко, ведешь себя по отношению ко мне по-свински. То есть она постоянно будет ныть. И когда она будет ныть, она последнюю любовь в нем отшибет. В результате он летящей походкой уйдет от нее. И она вообще останется одна в результате. Почему она осталась одна? Потому что она съела его любовь. У нее была любовь к ней, пока армия ей положен был близкий человек, но она эту любовь съела своим желанием быть любимой. Понимаете, с другой стороны, человек может, культивируя в себе, а это аскеза, культивировать в себе желание давать любовь, дарить любовь. Это аскеза. И эта аскеза, она сразу не приносит никакого результата. Потому что ты, допустим, постирала белье близкому человеку, он обрадовался. Но его радость, она просто тебя успокоила, она принесла счастья. Потому что твое желание быть любимой настолько сильное, что ты что-то сделала приятное. И результат от этого действия, он твою психику не возродил, не сделал тебя полностью счастливой. Потому что надо сначала выровнять по силе. Вот если у тебя по силе желание давать людям счастье будет такое же, как желание быть любимым, одинаковое если будет, то у тебя вот эта сила перекроет полностью твое желание быть счастливой, любимой. И тогда ответная реакция близкого человека вызовет чуть-чуть ощущение счастья. Будет небольшое перекрытие. Энергии счастья в психике станет чуть-чуть больше, чем, допустим, нужно просто для спокойной, здоровой жизни. Потому что в этом случае, когда мало ты делаешь, энергия счастья идет, просто перекрывает твои болезни. Потому что сильное желание быть любимым или счастливым, оно создает такой напряг в организме, что это вызывает многочисленные болезни. И когда человек хоть немножко добрых дел делает, это перекрывает его болезни, и он, по крайней мере, остается здоровым, не болеет. Потому что само по себе, если женщина сильно хочет быть любимой, и она остается одна, ей некому делать пользу в этом случае. Она начинает болеть гормональными расстройствами немедленно. Она чувствует себя очень плохо, очень больной. У нее депрессия развивается, и плохо жить. Почему? Потому что она не может никому сделать ничего хорошего, и у нее скапливается вот это желание быть любимой до безобразия. Но проблема заключается в том, что люди не имеют знания, что с этим желанием делать. Надо идти, женщине любой, идти и служить всем подряд, как женщины. Кормить нищих, заботиться о детях, заботиться о соседях, заботиться о всех подряд, чтобы победить в себе вот это вот жуткое совершенно проявление человеческой психики, желание быть счастливым. Это желание гробит всю нашу жизнь. Оно уничтожает все счастье, которое только есть у человека. Точно так же, как огонь может давать тепло, и огонь же может все спалить, точно так же и желание быть счастливым. Оно или горит в одну сторону и разрушает все, или горит в другую, и делает весь мир теплее. Поэтому будьте очень осторожны. И вот как раз в этой записке описывается эта ситуация внутренняя. Надо понять, что человек должен работать столько, сколько необходимо для жизни. И нет тут никакого рассуждения о том, нравится мне работа или нет. Это вообще не для нравиться. Понимаете, это совершенно безумие так думать, потому что когда человек идет в туалет, ему хочется какать, он не думает, нравится ему какать или нет. Некоторые дети, они не какают и потом откладывают в штаны, когда терпеть больше не могут. И когда психологи разобрались с этим вопросом, оказалось, что эти дети не какают просто по той причине, что им не нравится какать. Они терпят до последнего, потому что им не нравится сидеть на горшке. И для родителей важным моментом их судьбы является организовать так, как они, чтобы ребенку понравилось. И тогда в штаны он валить не будет, понимаете? Но мы же не дети, мы взрослые люди. Если мне не нравится работать, а никому нравится работать вообще, никому не нравится, то это значит, что я останусь без штанов. Ладно, без штанов еще можно как-то жить, но без еды не проживешь. Поэтому если еда заканчивается, надо все-таки идти работать, нравится тебе или нет. Какая разница? Некоторым женщинам не нравится рожать, но детей иметь надо, поэтому лежи и кряхти. Что делать? Надо, чтобы ребенок был. Деваться некуда. Так надо понять эту идею. Рожать не по моей природе, но детей я хочу. Как мне быть? Не знаю, как быть. Возьми ребенка на воспитание. Нет, я хочу своих. Тогда придется рожать. Понимаете? Я не хочу работать на работе, но я хочу кушать. Неразрешимое противоречие. Утром стараюсь встать до шести, но чувствую тяжеловатость. И к полудню очень хочется спать. Трудно повторять. Я желаю всем счастья. Не могу долго сконцентрироваться. И вдохновение слабое. Правда, есть пара мантры, на которых могу сконцентрировать внимание в течение трех-четырех кругов. Каждое утро читаю мантры в 15-30 минут, но часто невольно всплывает вопрос. Какой смысл от этого? Три года я не ем мясо, не курю, не употребляю алкоголь, занимаюсь йогой. Но все равно моя сущность к миру и людям осталась пессимистична. Хороший вопрос. На самом деле надо продолжать. Я когда начал заниматься духовной практикой, где-то 10 лет я повторял молитву, совершенно не чувствуя никакого счастья от нее. Я чувствовал, что моя жизнь меняется, видел, что все меняется вокруг меня, но счастья от молитвы самой не было. Но потом произошел какой-то перелом, и счастье от молитвы пошло возрастать. То есть, понимаете, здесь то же самое, как бы то же самое. Человеку нужно просто подождать, потому что вот это желание быть счастливым, оно в этой записке очень сильно сквозит. Вы видите, да? Человек очень хочет быть счастливым. И он говорит, ну как? Ну когда? Ну где? И вот это желание быть счастливым мешает быть счастливым. Когда человек начнет жить для других, он как будет писать записку? Олег Геннадьевич, вы знаете, я раньше как бы хотел счастья для себя, а теперь я понял, что надо быть счастливым для других. Я делаю для других что-то и чувствую, что неправильно делаю, что им надо больше сделать. Ну как мне вот это вот, как мне вот учиться жертвовать, как мне учиться кормить людей, как мне делать то получше? Объясните мне, пожалуйста. У него пошел как бы вот в этом направлении крен. Он хочет другим помогать, а не думать о себе. Но это письмо пропитано чем? Человек говорит, как мне от этого всего стать еще счастливее? Ну то есть это означает, что человек все равно имеет больше желания быть счастливым, чем желание служить другим. Это значит, что его служение и Богу, и другим пока еще не имеет такой силы, чтобы быть счастливым, потому что он все равно продолжает думать о своем счастье при этом. Несмотря на то, что, смотрите, сколько человек делает, и молитвы читает, и мясо не ест, и рано встает, и повторяет, я желаю всем счастья, и столько всего, может быть, что-то не написал еще. Не курю, не употребляю алкоголь, а все нормально. То есть идет процесс позитивный. Но если взять и посмотреть все, что здесь написано, то ни одного действия не направлено на других, кроме я желаю всем счастья. Понимаете, о чем я говорю? Человек может быть счастливым, действуя для других. Когда человек читает молитву, ему очень трудно понять, что эта молитва принадлежит Богу. Это для него, он в это время живет, а не для себя. Потому что сначала у человека молитва нуждающего, он скулит и просит у Бога, дай мне то, дай мне все. Понимаете, он как бы не думает, что это для Бога вообще молитва. Ведь Бог и так нам все дает, когда нам положено. Он не может дать, когда не положено, понимаете, потому что нам от этого же и хуже будет. Если нам, допустим, дать то, что нам не положено, что произойдет с нами? Мы оборзеем немедленно. Немедленно психика испортится у человека. Если человеку дать немножко больше денег, чем ему положено, немедленно психика испортится. Немедленно восприятие мира испортится. Поэтому Бог не дает больше, чем положено. Он хочет, чтобы мы развивались, а не портились, понимаете? Поэтому ответ такой. Надо увеличивать своё желание служить другим, и количество счастья внутри будет тоже увеличиться. Вот на эту записку я ответил полностью. В этих вопросах не надо писать, как вас зовут, когда вы родились, я всё равно, это мне не нужно. Я по существу отвечаю. Четыре года назад я развелась. Уже написано неправильно. Вообще такого слова «я развелась» нет. Потому что есть только два варианта. Или я бросила мужа, или он меня бросил. Или он меня бросил, а потом я его бросила. Тоже. Или я изменил, а он меня бросил. Ну то есть есть разные варианты, понимаете? От разных этих вариантов по-разному зависит судьба. Однако же я заметил, что когда человек пишет «я развелась», это значит, что я бросила. Потому что когда человека бросают, он пишет по-другому. Он говорит «четыре года назад от меня ушёл муж», если она к нему хорошо относится. Если плохо относится, она говорит «четыре года назад меня бросил муж», если плохо относится. Но здесь написано «я развелась». Это означает, скорее всего, что она бросила. Потому что когда человек бросает близкого человека, он даже не читает, что он бросил кого-то. Обычно он читает, что мы разошлись. Вот так он читает. Потому что так считать, что я бросил, это очень сильное решение на самом деле. Это означает, что голос совести уже включился. Обычно, когда человек бросает кого-то, у него голос совести полностью выключается из жизни. И в результате этого выключения что происходит? Запускается злая судьба. Злая судьба может запуститься и функционировать в человеке только в том случае, если интуиция не работает. Как сделать так, чтобы интуиция не работала? Человек бросает другого человека. Судьба в первую очередь что делает? Отключает у него голос совести. Как голос совести работает? Очень просто. Голос совести говорит «ты совершил подлый поступок». И человек думает, как же я тогда с таким сознанием в сердце, с подлым поступком, с этим опять буду создавать новую семью и жить. И поэтому начинает раскаиваться или пытаться вернуться назад. Но что-то делает, чтобы избавиться от этого подлого поступка. Значит, голос совести не выключился. Но когда голос совести выключается, человек говорит «мы расстались». Находит себе другого и всё. И он счастлив, между прочим. Он не чувствует никакой боли, угрызения совести. Ему хорошо жить. Он привязывается к другому человеку, начинает жить с ним. Всё хорошо. Он не понимает, что судьба его заманивает в ловушку. Потому что если человек бросил жестоко другого, значит, у него сначала будет очень сильная любовь, чтобы привязать его к этому человеку. А потом, хрязь, тот его бросит. Точно так же, легко. Летящей походкой он бросит его. И тот, кого бросили, будет сильно страдать. И во время этого страдания осознает, что он сам неправ, что сам бросил другого человека. И надо раскаиваться, прежде чем что-то делать, создавать новую жизнь нам и так далее. Понимаете систему? То есть само слово «я развелась» указывает на то, что карма запустилась нехорошая, скорее всего. «Одна воспитываю дочку, ей пять лет живу, я вместе с родителями. Личную жизнь никак не получается устроить. Был молодой человек, но мы расстались из-за того, что он жил за мой счёт. Опять мы расстались. Наверное, опять бросила. Не мог сам принять никакого решения, ничего не делал для того, чтобы наши отношения развивались. В итоге получилось то, что на протяжении двух лет мы встречались раз в неделю, и это его устраивало. Я говорила, что я не хочу больше так, что я хочу семью, но мои подобные высказания просто игнорировались, поэтому мы разошлись». Нет, что значит «мы разошлись»? Поэтому я его бросила тоже. Вот так надо писать правильно. Я исправляю ошибки про описание. Ну, если человек бросает кого-то, как он будет счастлив? Понимаете, у судьбы есть несколько вариантов сделать человека несчастным. Я сейчас объясню эти варианты. Первый вариант — самый плохой. Когда человек бросает другого человека, ему Бог в этом самом плохом варианте даёт очень большую любовь. Это самый мерзкий и плохой вариант. Потому что в этом варианте человек неминуемо очень сильно пострадает. Второй вариант — если Бог любит человека, он и вообще никому никого не даёт. Ты говорила, бросила, мучайся. Отработай эту плохую карму в мучениях, потом получишь себе человека. Она говорит, не хочу мучиться, хочу быть счастливой. Хорошо, получи себе мужика, который с тобой жить не будет. Получила. Бросила и этого мужика. Опять хочу быть счастливым. Но ты уже двоих бросила, госпожа. Теперь дальше опять будет развиваться карма. Значит, понимаете, какая судьба же, это не мякишка. Это серьёзная штука. Сейчас я хочу найти, я хочу найти порядочного, самодостаточного молодого человека с хорошим чувством юмора, ответственного, который бы любил, уважал меня и мою дочку, чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, всё, что мамой называл, был к спиртному равнодушен, и в беседе был нескушен. Это понятно уже, в песне всё написано, что женщина хочет от мужчины. Проблема только заключается в том, что я хочу здесь не работает. Понимаете? Потому что я хочу работает, когда человек перестал быть наказанным. Допустим, вам подносит, Бог, допустим, подношение какое-то, говорит, вот тебе подарок от меня, сын мой. И в это время можете сказать, я хочу в этом подарке взять то, взять всё. Никто так не говорит. Все берут всё сразу. А потом разберёмся, чего я хочу из этого. Когда человек говорит, я хочу, это значит, что он не понимает, что происходит. Потому что, смотрите, если Бог дал квартиру, никто в это время не говорит, я хочу квартиру. спокойно берёт, у меня квартира пришла. Он спокойно берёт, как бы всё нормально, у него чувства работают спокойно, приходит квартира в жизнь. Человек спокойно себя ведёт. Он не говорит, я хочу квартиру, ура. Он просто въезжает в квартиру, берёт ключи, там открывает. Хотелось бы, конечно, четыре комнаты, дали всего три. Ну, то есть, ему уже дали квартиру, дареному коню в зубы не смотрит. Но он всё равно хочет больше. Почему? Потому что природа человека всегда делает свою судьбу несчастной. Такова наша природа. Потому что, как быть счастливым от того, что дал Бог? Надо этому обрадоваться. Но мы не можем, потому что уже хочется больше. Понимаете? Что значит хочется больше? Это значит, что ты будешь несчастным. Потому что, как быть счастливым? Надо обрадоваться тому, что дал Бог. Но обрадоваться можно, если ты будешь смиренным. Если человек развивает все смирения, чуть-чуть Бог только дал, и он такой счастливый, да я вообще этого не достоин, он очень радостен от этого. Ему очень радостно видеть, что Бог даёт, и он вообще не ожидал даже. Ему счастливо стало. Но для этого надо культивировать себе эту силу. нежелание что-то требовать для себя, что-то просить. Это же сила так жить. Бог тогда сам хочет дать. Бог — это Личность. Он всегда любит справедливость и благородство. Если мы постоянно просим, хочу этого, хочу того, он видит, что человек недостоин, ещё и просит. Вообще кошмар. Естественно, ничего хорошего не будет от такой жизни. Человек недостоин и ещё просит. Ещё не просто просит, а говорит, чего он хочет. Человек сидит в тюрьме. Ему сидеть ещё пять лет. заходит надзиратель. И тюремщик рассказывает. «Ты знаешь, я хочу на свободу, чтобы у меня там была машина, квартира». Надзирателю говорит. Надзиратель смотрит, говорит, «Ты что, дурак? Тебе ещё пять лет сидеть. О чём ты думаешь вообще? Понимаете? Я хочу, чтобы у меня было то, 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 то. Я уже рассказывал вам эту историю про судьбу. Мужик нашёл бутылку с джином. Потёр, джин вылез. Он смотрит на него. И джин говорит, «Заказывай желание». И мужик такой обалдел, говорит, «Я хочу, чтобы у меня всё было». Джин говорит, «У тебя всё было». Понимаете, приходит то, что положено по судьбе. Хоть есть джин, хоть нет джина, не имеет значения. Поэтому вот это вот как-то не очень правильно говорить, какого мужа ты хочешь, когда ты побросала двух уже. Но как только меня приглашают на какое-то свидание, тут же заболевает мама, либо она просто плохо себя начинает чувствовать. Свидание отменяется. Я остаюсь дома с ребёнком. В итоге я перестаю понимать, что надо от меня моим родителям. Ничего не надо. Они просто воплощают твою судьбу, и всё. От тебя только Богу что-то надо. Вроде они хотят, чтобы я устроила свою личную жизнь, вышла удачно замуж, но при этом у меня никак не получается пойти на свидание. Так родители просто понимаете, все близкие люди это марионетки в руках судьбы. Вы знаете об этом или нет? Они просто автоматы, которые выполняют нашу судьбу. Они вообще тут ни при чём. Они ничего ни хорошего, ни плохого нам не делают. Они делают только то, что положено делать. Если, допустим, по судьбе положено, чтобы я пострадал, моя жена мне это сделает. Но если она сильно помолится, она может сделать так, чтобы это сделал кто-то другой, а не она. Но это не значит, что она может это отменить. Она может думать, ну не хочу я ему это говорить, что он свинтус, не хочу, пускай он хороший человек, всё. Жена такая, ах, не говорит мужу, что он свинтус. Скажет кто-то другой. Он выйдет на улицу, ему тётка какая-нибудь скажет, а ты свинтус такой. Но это заслуга жены, понимаете, это не то, что она не сказала, потому что она не должна была это говорить. Она должна была это говорить. Просто она смогла не сказать в этот раз. Но в следующий раз не факт, что она не скажет. её так прижмёт, она скажет всё равно на зло врагу. Поэтому близкие люди, они просто выполняют волю Бога. Понимаете, мы женимся для того, чтобы к нам из счастья и страдания приходило через близких людей в соответствии с нашей судьбой. Мы говорим, я хочу получать всё не просто от дяди Феди, а от своих близких людей, чтобы по-настоящему это прочувствовать. Если близкий скажет человек тебе, ты дурак такой, это ты прочувствуешь в полной степени. Дядя Федя какой-то скажет, ты не прочувствуешь. Или близкий человек скажет тебе, допустим, ты нечестный человек. Ты прочувствуешь это, дядя Федя скажет, не прочувствуешь. Поэтому люди женятся, чтобы судьба к ним была ближе. Но они как бы женятся-то, думают, что балдёж будет от этого, побольше балдежа. но в этом заключается хитрость судьбы. Поэтому судьба даёт счастье. От ощущения от близкого человека исходит счастье. Ты смотришь, думаешь, ой, моя судьба пришла, такая красивая. Я недавно лечил одного святого человека и увидел, как к нему пришла смерть. Он лежал, и она пришла, она была очень красивая, у неё была корона такая большая, глаза я не видел, потому что Федя говорится, если глаза увидишь, смерть, сам помрёшь. Вот, глаза я не видел, глаз не было видно, но всё лицо было очень красивым, одежды нарядные, она взяла его за голову, вот так вот, встала рядом за него и взяла за голову. Она холодная по природе, у неё сильный холод от неё шёл, но красивая очень. Прямо загляденье. Первая любовь моя земная, утро моих глаз, я тебя совсем ещё не знаю, вижу в первый раз. Это значит, что будут и страдания, и счастья, понимаете? И то, и другое. Не надо думать, что от этого бывает только счастье. Чем сильнее, интенсивнее влюблённость, тем сильнее судьба закрутится, понимаете? Это значит, что большее событие произойдёт в жизни, и плохих, и хороших. Не надо думать, что только хороших. Это полное безумие так думать. Проблема заключается в том, что при влюблённости сначала вся хорошая карма наружу выходит, а только потом плохая. И люди как делают? Они сливки снимают с отношений, хорошая карма проходит, они бросают друг друга и к другим идут. Но хорошая карма уже вышла, поэтому влюблённость будет короче по дистанции. Судьба сначала сильно вам плюнет счастье, у неё слюны уже меньше во рту останется, потом вы ещё захотите счастья, она соберёт, фу, ещё плюнет вам счастье, потом третий раз, третий раз ещё меньше, а в четвёртый раз вообще никакого, она... И всё. На два дня любви и хватит. Понимаете идею или нет? Если человек живёт только для того, чтобы сливки снимать соотношениями, он хочет наслаждаться соотношениями, значит тогда одни страдания от той любви. Понимаете, эта девушка, она пожила с мужем, ну, лет семь, наверное, потому что дочке пять лет. И где-то через три-четыре года начинаются страдания. И страдания предназначены, чтобы научиться, для того, чтобы научиться, как жить правильно. Если человек не хочет учиться, он терпит, терпит, терпит эти страдания в отношении с близким человеком и разрушает семью. Потом хочет других отношений, чтобы в них было счастье. Но он не заслуживает этого счастья, потому что он ничего не сделал для того, чтобы сделать счастливым другого. Поэтому эта девушка должна научиться служить. в этом заключается ее проблема. И пока она не раскается в том, что она бросила мужа, до конца не раскается, судьба не даст другого мужчину. Она будет не давать через маму, через папу, через жучку, внучку, детку, репку, через всех, через кого возможно. Если даже ваша мама как бы перетерпит и даст вам возможность пойти на свидание, жучка тоже вас за юбку не укусит, не порвет ее. Внучка тоже не заболеет в это время. Все как бы будут стараться, чтобы вы пошли на свидание. Значит, споткнется и разобьет нос тот, кто пойдет с вами сам на свидание к вам. Судьба, значит, через него будет действовать. А что делать? Все равно надо как-то действовать, правильно? Никто не хочет участвовать в судьбе. Ни жучка, ни внучка, ни мама. Ну, значит, его сейчас мы заставим. Понимаете, все равно судьбу не обманешь. Поэтому не надо лучше даже дергаться в этом плане. Я знаю, что меня очень пугает быт. Да не быт тебя пугает, а служение мужу тебя пугает. Так как я на протяжении последних четырех лет живу с родителями. Когда я занят на работе, дочкой занимается моя мама. Я знаю, что кушать дома всегда приготовлено. Понятно. поэтому сейчас понимаю, что если я найду молодого человека, выйду замуж, то мне придется заниматься всем этим самой. А от этого я уже как-то отвыкла. Так ты и не привыкала, госпожа. Ты же никогда не хотела служить мужику-то. Если бы ты ему хотела служить, он бы так тебя на руках носил, ты бы его не бросила. Опять та же самая ситуация. Смотрите, желание быть счастливым гораздо больше, чем желание давать счастье. Человек откровенно об этом пишет в письме. Очень хорошее письмо, искреннее. Видите, желание быть счастливым очень большое, желание давать счастье очень маленькое. Результат несчастная судьба. То же самое, в этой записке то же самое. Извините за такое запутанное описание проблем, вообще не запутанное, очень конкретное и ясное описание. Просто сама совсем запуталась. Это уже другое дело. Что мне надо делать и как себя правильно вести? Сейчас объясню. Первое, что нужно сделать, надо сильно раскаиваться в том, что разорвались отношения с мужем. Во время этого раскаяния ты поймешь, что ты сама его бросила наконец. Потому что сначала это очень трудно понять. Когда женщина, потому что если бы ты его не бросала, у тебя уже давно другой мужик был, судьба тебя не мучила. Когда женщина раскаивается и понимает, что она виновата в этих отношениях, она признает в этой вине также и понимает дальше, что ей нужно было делать, чтобы не развалилась семья. В ней приходит знание, в результате раскаяния приходит знание. Психика трезвеет, голос совести начинает работать, человек получает из голоса совести знание о том, что надо было делать, чтобы не развалилась семья. И с этим знанием женщина дальше совершает женскую аскезу. Она вырабатывает себе желание служить обществу и мужчинам. Она начинает развивать себе желание служить и даже не помышляет о том, чтобы быть счастливой. Это желание быть счастливой душит ее, а она в это время служит другим и не думает, выйдет она замуж или нет. Когда приходит время и желание служить близкому человеку увеличивается до нужного размера, то в это время Бог думает молодец и поет ей песню этой девушки привод придет и к вам любовь придет она всерьез поет ей песню и она уже готовится она румяной становится в это время чувствует скоро придет любовь она румяной такая накрашивается как бы прихорашивается ждет любовь но если она накрашивается прихорашивается раньше времени это не работает система потому что желание любить в сердце дает Бог мужчинам а не количество помады на губах понятно госпожи поэтому вы просто поймите что надо делать и тогда все будет классно надо просто служить честно людям воспитывать все женские качества раскаиваться а все остальное Бог сам уже сделать без всяких проблем у него нет с этим трудностей никаких ребенок такой-то такой-то родился в 6-15 говорит некоторые слова щипает если что-то не нравится трудности в общении послушании психологи предложили методикой холдинг привить нужные для жизни навыки поведения то есть показать что взрослых надо слушать а затем когда исполнится 5 лет обучать с помощью сенсомоторной коррекции сказали что он похож его поведением на аутиста так ли это и что делать что такое аутизм вообще у детей аутизм это означает очень тяжелая карма чаще всего она бывает по тем планетам которые связаны с интеллектом это Луна Сатурн Меркурий Солнце Юпитер вот эти планеты больше всего связаны с интеллектом больше всего из этих планет аутизм делает Сатурн иногда Меркурий Луна и Юпитер как бы одинаково сильно могут это сделать что делает Сатурн психикой он очень сильно напрягает психику и ребенку очень трудно сосредоточиться в этом и заключается аутизм что делать первое что нужно понять что нужны очень сильные методы вмешательства а именно молитва сильно выраженный здоровый образ жизни это закаливание свежий воздух зарядки с родителями и так далее то есть чтобы сила здоровья возросла у человека мы можем со своей стороны попытаться убрать эту энергию Сатурна с помощью камней а сейчас я разрабатываю новую методику ветками деревьев то есть оказалось что они действуют еще сильнее чем камни в каких-то случаях особенно психических заболеваниях и мы будем пытаться как бы это научиться воздействовать таким образом в целом что нужно нужно понять что все методы хороши потому что сейчас в психологии очень развито механическое развитие личности ну допустим человек заикается и ему с помощью определенных техник механических развивают речь хорошо это или плохо это очень хорошо потому что если человек напрягается и пытается говорить он таким образом с помощью своих сил преодолевает судьбу но также надо понять такую вещь что это чаще всего полностью не помогает потому что если на человека Сатурн давит нужно этому давлению препятствовать с помощью силы стихии или силы разума человека например молитва это сила связанная с разумом человека если человек очень святой он молится за ребенка эта молитва убирает плохое влияние Сатурна и ребенка расслабляет в результате он начинает говорить как это действует мы не понимаем но это действует и действует очень сильно точно так же энергия деревьев допустим найти ребенку то дерево которым подходит ставить возле это дерево допустим на полчаса на час день и у ребенка разгружает он начинает говорить но это все происходит не сразу и с помощью специалистов надо в целом найти людей которые могут с помощью энергии стихий которые гораздо сильнее чем наша карма могут восстановить здоровье какие-то стихии это энергия гор энергия земли энергия воды энергия деревьев энергия солнца и так далее разные болезни разными стихиями лечатся и в целом надо понять что такие болезни когда нарушен интеллект психика они большими силами лечатся не просто с помощью тренировки ребенка потому что ребенка можно тренировать но это его собственная сила а его собственной силы хватило чтобы говорить он бы и так уже начал говорить конечно тренировка помогает силы становятся чуть больше от тренировки но это не значит что он точно начнет говорить для этого нужно использовать силы стихии есть еще один момент очень важный который я хотел бы здесь отметить в этой связи следует знать что семье дается болезнь ребенка для того чтобы она менялась надо еще другую сторону рассмотреть почему мой ребенок болен потому что Сатурн может и перестать влияние оказывать и если допустим планеты дают плохое влияние потому что мы должны меняться надо начать заниматься духовной практикой в семье начать молиться перестать есть мясо перестать выпивать перестать курить то есть семью возродить духовно если духовная энергия в семье повысится до определенного уровня у ребенка болезнь отвалится сама потому что в этом случае планеты перестанут плохо влиять и все можно себе понять это таким образом. Если вашего ребенка взять и поселить в храме, где идет сильное поклонение Богу, он вылечится сам, при этом вообще ничего не нужно делать. Я такие примеры вот так вот знаю, что человек уходит в монастырь и перестает заикаться. Или человек начинает духовной практикой заниматься, перестает заикаться. Или у него интеллект начинает нормально работать. У меня вот столечко вот таких примеров. Понимаете? У меня у самого есть в наследственности возможность заболеть шизофренией. И в юношеском возрасте я чувствовал, что меня может нахлобучить. Но так как я начал в это время сильно закаливаться и так далее, я преодолел эту склонность в своей психике. Таким образом, с помощью духовной практики. И поэтому у меня есть даже личный опыт понимания этого вопроса. Поэтому я точно знаю, что нужно взращивать в семье духовную силу — это самый быстрый способ привести ребёнка к норме. Потому что это и дано вам. Поймите, что у ребёнка свои страдания. Но часто такие дети, они даже не понимают, что они страдают. Поэтому страдания у них нет. Такие дети даются родителям для того, чтобы они страдали, чтобы меняли через детей себя. Если человек больше всего к себе привязан в жизни, то ему даются страдания, связанные с его собственным телом и психикой. А если человек больше всего привязан к близким, тогда ему через близких страдания даются. В зависимости от привязанности судьба выбирает тот или другой способ страдания. «Понятно, да?» «Этот вопрос я ответил. Ой, тут написали уже, молодцы!» Видите, так что будем проводить открытые консультации или нет? Видите, как интересно. Конкретные события и всё, можно размышлять на эту тему. Никто не пришёл почти. Это шутка. Я просто стимулирую вас, чтобы больше ходили. Ежедневно приходится встречаться с разными людьми и по работе, и по личным вопросам. И часто создаются ситуации, когда люди просят помочь решить свои проблемы, даже такие, которых встречаешь первый раз в жизни. С одной стороны, хочется помочь, но с другой стороны, есть ощущение, что многие из этих людей начинают использовать тебя, и что и самому через некоторое время не хватает ни сил, ни энергии. Как понять, где граница, чтобы помогать человеку, а в то же время не навредить себе? Вы поймите, дорогие мои, чтобы помогать человеку, для этого надо стать бескорыстным. Понимаете, помочь можно только бескорыстной силой, и тогда ты не навредишь себе. Но здесь есть еще такой вот этот момент, который описывается, он очень важен и важен в понимании. Дело в том, что человек, который пытается помогать людям, можно его сравнить с кашей в тарелке. Когда каша очень вкусная, люди начинают грызть тарелку. И вот здесь должна быть грань. Ты отдай всю кашу, а когда грызть тарелку начинает, то есть твое здоровье, ты должен убежать. Надо взять тарелку и смыться. Потому что в этом и заключается смысл помощи. Человек должен помогать столько, он должен отдать столько, сколько может отдать. Потому что если он отдаст еще и свое здоровье, в следующий раз он помочь не может. Если тарелку перегрызут, в нее кашу уже не насыпешь. Здесь чисто проявление здравого смысла. Но вообще надо понять, такая помощь, она малоэффективна. Потому что, я сейчас объясню, есть два типа энергий. Один тип энергии — это духовная энергия, а второй тип энергии — это материальная энергия. Духовная энергия — это молитва, это духовные беседы, это духовная практика и так далее. Этот тип помощи колоссальный. Он всегда приносит самодостаточность и удовлетворение. Все, кто попадает на духовные мероприятия, они становятся самоудовлетворенными, и они потом грызть тарелку уже не хотят. Надо понять такую вещь, что когда ты помогаешь в плане здоровья и помогаешь в плане, допустим, голода, помогаешь в плане здоровья, помогаешь в плане каких-то семейных проблем, то люди в это время готовы взять от тебя все, всю твою психическую энергию, но при этом они не насытятся. Ты отдашь все, а они останутся голодными. Понимаете, когда я людей лечу, когда им помогает, они просто успокаиваются. А если им не помогают, они тебя готовы съесть за это. Понимаете, когда человек вылечивается от болезни, он от радости не прыгает. Он просто говорит «Спасибо большое, мне помогло». Все. Спокойно просто. Понимаете? Когда человек наестся, он голодный, как зверь, он наестся. Он когда наелся, что он вам говорит? «Спасибо большое, я наелся». Вы ему принесли свою пищу. Он говорит «Спасибо вас большое, я наелся» и уходит. Так? Он от радости прыгает или нет? Нет, он просто уходит. Но не дай Бог, если он не наестся. У меня просто есть одни знакомые, они кормят нищих здесь в городе много лет. И они говорят, что если человеку не хватило, он такое начинает поднимать, что страшное дело. Хотя много лет он ходил, его кормили. Он говорил «Спасибо большое, но не дай Бог, ему не хватит пищи, которую ему жертвуют. Он тебя просто придушит». Почему? Потому что такова природа человека. Человек в том, что ему дают бескорыстно, абсолютно ненасытен. Ему никогда не хватает. Поэтому давай бескорыстно столько, сколько можешь. И не думай о том, как люди реагируют. Они никогда не будут реагировать хорошо. Я не ем яиц. И на прошлой лекции в Москве, на последней лекции одна девушка подошла и мне дала от всей души конфеты с яйцами. Я всегда беру, когда люди с любовью дают и благодарю. И я их не ем, эти конфеты с яйцами. Я просто пошел по дороге, утром читал молитву с этими конфетами и искал хотя бы одного нищего, который бы мог взять у меня эти конфеты. Потому что нищему ему все равно. Яйца, не яйца, ему надо выжить просто. Ему нужна пища. Вот. И я шел, шел и увидел одну женщину. Она была одна нищая. Больше я знаю, что там только нищие сидели. Больше нищих нигде я не встречу. Я это уже знал. И сидела только одна нищая женщина. И она материлась и ругалась на всех, кто проходил мимо. Видно, ее обидели. Вот. Но она так вела себя далеко не как голодный человек. Я подошел и дал ей пачку конфет. Протянул. Она очень сильно удивилась. Потому что когда она ругается, обычные пожертвования не дают. Чтобы пожертвования собирать, надо иконку поставить, молиться, сидеть хотя бы внешне. Тогда что-то кладут. Но когда ты материшься, я принес ей конфеты, она очень сильно удивилась. Она вот так материлась, материлась. Потом раз, замерла и начала смотреть на меня. Вот так вот. Совершенно обескураженная. Потому что для нее это... И она потом начала смотреть на конфеты, потому что они были дорогие, хорошие конфеты. И на меня. На конфеты, на меня. Так как это было после теракта, она еще подумала, что может быть, это бомба. Так пощупала это все, так аккуратненько. Вот. А я в это время уже пошел. И эта женщина, она испытала определенное чувство счастья. Почему? Потому что это было совершенно неожиданно. Если вы неожиданно кому-то помощь оказываете, он даже не ждал. Это вызывает реальное счастье. И человек реально просто радуется очень сильно. Но когда он просит помощи, и вы ему помогли, не ждите, чтобы он обрадовался. Может, чуть-чуть обрадуется. Если особенно ему об этом напомнить. Но если ты помогаешь другим людям, ты должен быть готов к тому, что люди не будут благодарными. Однако надо знать, что больше всего людям нужна духовная помощь. И когда ты в духовном плане помогаешь им, то благодарность от них придет обязательно. И эта благодарность приходит через энергию Бога. Я вам просто объясню арифметику, как работает духовная арифметика и материальная. Когда ты жертвуешь материально что-то другим, то в момент пожертвования ты ничего назад не получаешь. Потому что материальная энергия, она таким образом действует, что она потом через высшие силы тебе это все вернется назад еще с торицей. Это факт. Но не сразу, а потом, когда тебе понадобится это. Но если ты помогаешь духовно, возвращается и потом, и немедленно. Допустим, ты улыбаешься кому-то, счастье желаешь, люди реагируют на это, и тебе немедленно желают счастья, и ты еще потом за это также получишь. Понимаете? То есть духовная энергия, она все время возрастает. У нее природа все возрастающей силы. То есть она все время увеличивается. Но материальная энергия ты отрываешь от себя, и пока высшие силы не позаботятся от себя, ты ничего не получишь. Когда ты лечишь людей, когда ты их кормишь, когда ты помогаешь советами, ты таким образом используешь свою материальную энергию разума, отдаешь ее, и в результате ты остаешься без нее. Ты истощаешься, ты чувствуешь себя тяжелее, хуже. И поэтому человек только тот, который может активно заниматься духовной практикой, он способен постоянно отдавать. Но наступает момент, когда его отдавание, оно возвращается назад высшими силами ему. Как, допустим, вот здесь вот в Риге, в ведическом храме кормили людей много лет подряд и собирали пожертвования. Это была очень большая аскеза. А сейчас правительство само дает деньги для того, чтобы они продолжали кормить. Почему? Потому что Бог уже решил, хватит вам мучиться, хотите кормить, кормите. И Он начал давать назад. Понимаете? То есть они кормят, а им назад приходит. И такая схема, она во всем работает, любой благотворительности. Однако, когда человек занимается благотворительностью, он должен четко понять, что он не должен сильно думать о том, перегрузится он от этого или нет. Иногда ты перегрузишься, иногда нет. Просто надо смело это делать и все. Не надо думать о себе. Но как только ты подумал о себе, а вдруг мне хуже будет того, что я другим помогаю, так тебе немедленно хуже и будет. Потому что в этом и опасность заключается. Когда человек лечит другого человека, я знаю, как врач. Если ты начинаешь думать, будет ли тебе хуже от этого человека, то сразу же все болезни к тебе начнут переходить. Потому что это не бескорыстный настрой. Когда ты бескорыстный настроен, ни одна болезнь тебе не вернется от этого человека. Это уже не твоя деятельность, деятельность, связанная с Богом. Поэтому врач должен лечить бескорыстно, не должен зарабатывать на этом. В моем медицинском центре так все устроено. Лечением занимаются кто? Мои ученики. Они у меня учатся. Лечением занимаются они. Они ничего не получают за свое лечение. Они учатся. Они живут просто на содержании. Также я занимаюсь лечением. И я ничего не получаю с лечения. Я тоже не беру денег себе с лечения. Я живу на пожертвованиях просто, которые мне жертвуют люди. С лекций там и так далее. Вот. А кто деньги получают там у нас? Получают деньги менеджеры там и так далее. Кто помогает в этом процессе? Вот так все устроено. Те люди, которые лечат, они не берут на себя карму плохой. Но даже когда они выучатся и начнут получать деньги, они не берут на себя карму плохой. У них правильно сформируется сознание, поэтому они тоже не будут большую карму брать. В этом учеба заключается, чтобы научиться быть бескорыстным в плане работы с людьми. Поэтому работа с людьми требует бескорыстия. Если ты не можешь этого выработать себе, лучше не работай вот таким образом. Не помогай нуждающимся. А работай где-нибудь в другом. Ну, допустим, делай матрешки. Это тоже помощь нуждающая. Но она не имеет такую вот природу, когда ты помогаешь человеку в беде. То есть помощь в беде означает бескорыстие. Допустим, пожарник. Он приехал, машина, допустим, пожарная приехала, дом горит. И он кричит. Человек на окне там стоит, ему надо прыгать быстрее. Его спасать надо. И он кричит. Сколько вы заплатите за помощь? Это не пожарник. И такая организация пожарной службы неправильная. Или сейчас, допустим, человека везут в больницу. Бывает такое в некоторых странах. Человека привозят в больницу, у него острая патология. И врачи выходят и спрашивают, у вас есть 3000 долларов на операцию? И пациент такой, нет. Ему врачи говорят, езжайте в следующую больницу. Это не врачи. Потому что и этот способ организации неправильной медицинской помощи. Не от Бога. Понимаете, если у человека острая патология, ему надо срочно помочь. Если ты как бы занимаешься таким видом медицины, то не должен спрашивать, сколько там денег. Это уже другой вопрос. Государство должно помогать. Еще кто-то. Ясно, что без денег лечить невозможно. Нужны средства. Но если мы говорим о помощи, то она всегда должна быть бескорыстной, чтобы она была правильной. Иначе сам настрой на помощь вызовет гнев Божий. Потому что, допустим, если человек не помогает просто, говорит, я не врач скорой помощи. Никаких к ним претензий не будет. Однако же, если он говорит, я врач скорой помощи, приезжает у человека инфаркт, он говорит, 500 рублей. Тут 500 рублей. Пациент умер. Следующий. Это не врач скорой помощи. Не надо мне писать записки, как можно излечиться от такой-то пупырки, там такой-то пупырки. У нас для этого существует врач, который там сидит. У нас для этого существует мой сайт. Там вы пишете фотографию, присылаете все жалобы, и мы будем вам отвечать бесплатно, как вам помочь. Или такое лечение, или такое, или сами вы себе можете помочь. То есть мы консультируем бесплатно даже по интернет, в скайпе. Такие вопросы отвечаем. Но здесь я не буду отвечать, потому что я уже говорил на эту тему, что если у меня геморрой, и у вас геморрой, нам двоим приятно будет на эту тему поговорить. Все остальные будут зевать сидеть. Как можно регулировать, не отдавать свою энергетику в векторном браке по системе кваши? Постоянная нехватка энергии, усталость. Объясняю. Дело в том, что бывают такие браки, когда два человека в отношениях теряют энергию. Это просто означает, что браки имеют разный способ отработки кармы. Есть браки, в которых человек сразу испытывает огромное счастье, а потом отрабатывает карму. Потихоньку нарастают трудности в отношениях. Есть браки, когда люди сразу испытывают страдания, а потом потихоньку начинают все больше и больше друг от друга испытывать счастье. И векторный брак вот это означает, что сначала страдания, а потом счастье. И на самом деле это очень благоприятно. Почему? Потому что ты отработаешь сначала всю свою карму плохую, а потом расслабляешься. Понимаешь, сначала чем раньше сядешь, тем раньше выйдешь. Правильно? То есть это векторный брак. Люди испытывают трудности друг от друга. Почему? Потому что они имеют одинаковый стиль сосать друг из друга энергию. У них как бы полное совпадение в этом вопросе. И они сосут. Или, допустим, один сосёт из другого больше, чем другой. И бывает так, что вот как раз этот векторный брак, когда один высасывает энергию и поправляется, а другой худеет и отдаёт. Это значит, что этот человек, который худеет и отдаёт энергию, он плохо в браке. Это значит, что пришло время в браке ему страдать. И он должен вырабатывать все хорошие качества, работать над собой. Это его время пришло. Люди не хотят страдать, они хотят наслаждаться всегда. Поэтому этот человек думает, пришло время страдать, я страдаю. Он начинает работать над собой, отрабатывать, желать счастья близкому человеку, страдать от него, мучиться. И он отрабатывает свою карму таким образом и не пищит. Приходит время, и вот этот близкий человек воздаёт с торицей. Он начинает отдавать сам. Потому что кто отдаёт, кто отрабатывает, это решает Бог. Не мы это решаем. Если у вас такой брак, значит, вы с самого начала отдаёте энергию, усталость, нехватка сил, плохое настроение в отношениях, чувство несправедливости, всё остальное. Всё это означает, что Бог воспитывает сейчас именно вас, а не кого-то другого. И не ругайте Его за это. Надо просто воспитываться. Надо просто отдавать. Надо верить, что это всё приведёт к счастью. Вы такие в неудоумении смотрят на меня. А ещё какие варианты? Есть ещё один вариант. Расстаться. Мы уже его разбирали в прошлой записке. Веда описывает, что в этом мире тюрьма не только там, где тюрьма. Семейная жизнь тоже является тюрьмой. Когда человек создаёт семью, то это тюрьма, в которой ему придётся испытывать и счастье, и страдания. И разорвать эту тюрьму он не может просто так. Если он разрывает эти отношения, это является нелегальным поступком по отношению к Богу, и ему придётся за это тоже пострадать. Поэтому, когда человек создаёт семью, то в этом случае он должен строго следовать тем правилам семейной жизни, которые создаются в результате этого. Допустим, правило таково. Тебе сейчас надо отрабатывать карму, страдать. Страдай. Надо, значит, развивать работу над собой, молиться, желать всем счастья. И пытается вот в этой ситуации быть хоть как-то счастливым. Придёт время, ты будешь получать счастье в отношениях. Это несомненно. В этом нет никакого сомнения. А если человек близкий не захочет отдавать тебе счастье, то Бог сделает так, что он тебе заберёт этого человека. Ты не бросать его не будешь. Он сам Бог у тебя. Или этот человек уйдёт, или этот человек погибнет, или человек… Ну, всё, что угодно. Но Бог даст другого, который будет дарить тебе счастье. Или этот человек будет дарить тебе счастье, или кто-то другой. Но когда пришло время тебе получать счастье, никто не сможет противиться этому. А когда пришло время тебе страдать, все равно ты будешь страдать. Даже если близкие люди смогут сделать так, чтобы это страдание не через них приходило. Понимаете? Поэтому рыпаться нечего. Судьба так делает, значит, придется ее принимать, и все. Нет выхода. Нет выхода. Мне 65 лет, и год назад обнаружен рак. Есть метастазы. После лечения химиотерапии я чувствую себя достаточно сильно физически. Но, как я понимаю, важнее сильно чувствовать себя морально. Не скажу, что отчаиваюсь. Я верю, что жизнь моя еще не закончится на этом. Прошу подсказать мне путь исцеления. Вообще, я на вопросы, связанные с лечением, не отвечаю на этой лекции. Но это не совсем вопрос, связанный с лечением. Вы заметили? Это вопрос судьбы. Судьба сказала человеку что? Вот судьба что человеку сказала? Нет, вы ошибаетесь. Когда неправильно живешь, говорит, она совсем иначе говорит. Что она сказала человеку судьба? А? Что? Задуматься? Нет. А? Нет, не страдай, она сказала. Не молись. Нет, вы ошибаетесь. Правильно. И вы это очень сказали с опаской. Дело в том, заключается, что никто из нас не верит, что судьба нам это может когда-нибудь сказать. Так устроена психика человека. Мы не верим в то, что судьба может это сказать. Судьба сказала, скоро помирать. А рак обнаружен, означает, скоро помирать. В буквальном смысле слова. Я не шучу и не придумываю. И это не значит, что все плохо. Почему? Потому что в этом мире нет смерти совсем. В этом мире есть только жизнь. Я своими глазами видел, как душа вместе с тонким телом уходит из тела. Я видел этого своему знакомого, когда он недавно оставлял тело. Я видел потом его на тонком плане, как он рядом с телом находился. И я понял, я до этого и теоретически это знал. А теперь я практически ясно увидел, что смерти нет. Но, однако же, не просто так. Бог заранее человека предупреждает, что ты скоро помрёшь. Потому что, когда люди были в этом метро, где произгремел взрыв, они тело оставили в долю секунды. И веды объясняют, что эта смерть такая является неблагоприятной. Потому что благоприятно, когда Бог заранее человека предупреждает, что скоро помрёшь, человек может подготовиться. И вот как готовиться к смерти, в этом заключается знание, которое каждый из нас должен изучать. Оказывается, что когда пришёл такой знак, что скоро помрёшь, человек должен бросить всё. Он не должен сильно думать о работе, он не должен думать сильно о семье, он не должен сильно думать о том, какие перспективы в его жизни. У него есть только две мысли, которые могут быть в его голове. Первая мысль — это предание Богу и молитва. Потому что только эта сила может следующую жизнь сделать счастливой. Это молитва. Веда объясняет, что когда человек молится Богу, даже если он супергрешник, всё равно, если он с молитвой оставляет этот мир, он отправляется на высшие планеты. И все его грехи сгорают в результате этой молитвы. Или он рождается на средних планетах типа Земля, но в благочестивой семье, чтобы была возможность сжечь эти грехи. Понимаете? То есть он получает в себе очень удачную, благоприятную судьбу в результате того, что он обращает свой взор на Бога, в результате молитвы. Поэтому, когда человек понял, что есть вероятность, что он скоро оставит тело, он должен немедленно начать очень серьёзно заниматься духовной практикой. Немедленно. И должен изучать, что это такое, в какой традиции ему это делать и так далее. Он должен немедленно решать эти вопросы, срочно. Первое, что он должен делать. И второе, что он должен сделать. Он должен искать пути исцеления. Но не факт, что даже те методы, которые помогают от рака, могут ему помочь. Бывает так, что помогают, а бывает так, что нет. Допустим, я недавно открыл методику лечения рака с помощью коры деревьев. И один человек, я ездил в святое место, и там так получилось, что мне пришлось лечить одного очень возвышенного человека. У него было множество метастазов. И я там открыл этот метод. У меня не было камней, я начал корой деревьев лечить. Я слышал, что это может помочь. И у человека начало всё быстро рассасываться. Все метастазы, как грибы, рассасывались. Вот как раз за три дня, и нет метастаза. В голове вот таких два метастаза рассосались за две недели. Человек начал соображать. У него до этого он даже в беспамятстве был. И потом один за другим рассосалось 10 метастазов по всему телу. За два месяца. Но когда всё уже рассосалось, у него не было сил жить. У него пропал аппетит. И человек сказал мне, так как он был очень возвышенным, он сказал, «Я для своего здоровья сделал всё. До свидания. Я понял, что мне надо оставлять тело, готовиться к оставлению тела». Таковы были его слова, этого человека. Он был очень возвышенный человек. Не думайте, что вы точно так же скажете. Обычные люди до последнего пытаются лечиться, когда уже зубы на полке лежат, всё равно лечатся до последнего, и умирают неожиданно. Не замечая, как это произошло. Это признак невежества. Но этот человек был очень возвышенной личностью. И он сказал, «Всё, я вижу, что даже то, что ты меня вылечил, это не значит, что я буду жить. Я вижу, что мне всё-таки предназначено оставить тело». И это он мне сказал за два дня до этого оставления тела. После этого он сосредоточился на Боге, начал молиться, пригласил друзей, которые молились в это время вместе с ним. И в этой очень благоприятной ситуации, в святом месте, он оставил тело в полном сознании. И я тоже проследил, как он вышел из тела, как светящееся солнце. Он пошёл наверх в состоянии глубокого счастья огромного. Поэтому, вы понимаете, мы очень глубокой иллюзией живём по поводу того, для чего предназначена наша жизнь. Мы думаем, что она предназначена для того, чтобы быть счастливым в семье, для того, чтобы кушать хорошо, работу иметь хорошую. Наша жизнь, на самом деле, предназначена для того, чтобы очистить своё существование и отправиться туда, ближе к Богу. В этом суть жизни человеческой, потому что это и есть разумная жизнь. Разум означает способность возвыситься, а не просто устроиться здесь поудобнее. В этом проявление разума заключается. Потому что поудобнее все устраиваются. Каждая кошка этим занимается. Она ищет себе еду, секс, норку. И всё то же самое, что и мы делаем всю жизнь. Но если Бог сказал, скоро помрёшь, надо закончить это всё, понимаете? Потому что пришло время позаботиться о главном в жизни. Ради чего ты родился в человеческом теле? Ради того, чтобы приблизиться к Богу. В этом смысл рождения в человеческом теле, а не в том, чтобы норку себе рыть. Квалифицирование, чем это делают животные. Понимаете? Это факт, что, может быть, ты и вылечишься. Бывает так, что Бог говорит такие вещи, чтобы человек получил очень высокое знание. Может быть, для этого, а может быть, нет. Это факт, что надо искать себе врача. Это факт, что надо пытаться вылечиться. Это также факт, что честный врач, если он видит, что не может помочь, скажет, что не может. А нечестный врач всегда скажет, что поможет. Что видит он, что вылечится, что не видит. Поэтому иногда врач ошибается, думает, что поможет, сам не может помочь. Но так или иначе, Бог, если даст, вылечишься. Не даст, не вылечишься. Хоть тебе даже весь рак рассосут. Не имеет значения. Вот как в этом случае. Все рассосалось, человек помер все равно. Поэтому не надо ни на что надеяться на чудо. Одно, что надо делать, это учиться предаваться Богу, молиться. Второе, что нужно делать, это искать лечение адекватное. Даже химиотерапия тоже это хорошо. Это продляет жизнь. И оперативное лечение рака тоже хорошо. Все хорошо. Не надо отказываться ни от какого лечения. Есть лечение, надо и пользоваться им. Но при этом надо понимать, что это ситуация, в которой смерть стоит очень рядом. Моя ситуация была в отношениях с мужчиной чуть больше года. Отношения близкие, доверительные. Было понимание, уважение. Но я не хотела подняться, исполнять женские обязанности. Подчиняться, исполнять женские обязанности. Мы расссорились. Он сказал, что я для него близкий человек. Не безразлично. Но быть опять вместе — это утопия. «Я его очень жду, не хочу забывать, но кажется, его напрягает. Его это напрягает. Он не хочет меня обидеть, относится хорошо, трепетно. Я не хочу его мучить своими чувствами. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли мне общаться или прервать общение». Это та ситуация, когда человек не готов для совместной жизни. Понимаете? Поэтому в ведической культуре и советуется не надо молодым людям, пока они созреют, встречаться с противоположным полом. В ведической культуре советовалось мальчики развиваются отдельно, девочки развиваются отдельно. Потому что если раньше времени они снюхались друг с другом, это значит, что они не смогут дать друг другу то, что положено. Понимаете? Потому что у них у обоих желание любить гораздо сильнее, чем желание давать. В результате они будут портить друг другу нервы, и всё. И больше ничего. Потому что вот эти два человека оба такие. Они оба не готовы создавать семью. Потому что если бы хотя бы один из них готов создавать семью, второй бы последовал за ним. Допустим, молодой человек сильный, стал сильной личностью, способен создать семью. Это значит, что женщина будет трепать ему нервы, а он будет спокойно на это не обращать внимания, спокойно реагировать, спокойно с ней рядом жить, терпеть её при бабахе. Понимая, что она ещё не зрелый человек, не готова для того, чтобы нормальной женщиной быть. Потом она будет благодарна очень за это, станет зрелой, и сама будет уже смиренно, терпеливо служить мужу. Вторая ситуация. Мужчина не зрелый, женщина зрелая. В этом случае мужчина будет командовать, строить женщину, требовать от неё подчинения, говорить, что я лучше тебя, а ты плохая и так далее. Будет её мучить. Говорит, что в лекциях говорится, что ты должна быть смиренной, слушаться мужа. Лекции слушаешь или нет? То есть он будет её мучить. Она будет спокойно относиться к этому, немножко отстраняться иногда. И наступит время, она начнёт его воспитывать. Скажет, ну всё, достаточно. И будет как бы вестись, его на расстоянии держать, чтобы он её не мучил. И он постепенно будет набираться разума, будет становиться как мужчина податливее, мягче женщин, терпеливее. Но в этом случае оба молодых человека не готовы создавать семью. Что в этом случае делать? Надо перестать встречаться друг с другом. Не важно, привязаны вы, не привязаны. Это ничего не лишит. Это, знаете, привязанность к тому, что тебе портит аппетит. Допустим, верблюды, они питаются верблюжьими колючками. Когда они едят эти колючки, то они впиваются им в язык, и у них изо рта течёт кровь. Так как они уже родились верблюдами, они квалифицированы, есть верблюжьи колючки. В чём эта квалификация заключается? Им очень нравится вкус собственной крови. Они, когда верблюжьи колючки начинают есть, и плюс ещё кровь, им вообще классно. Они аж шмурятся отчасти и готовы терпеть эту боль. Так придумала природа, понимаете? Точно так же мужчина, когда квалифицирован терпеть женщину, она его постоянно колет, 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 а ему нравится. Думает, хорошая. Дурочка немножко, но хорошая. И он спокойно её терпит. Точно так же женщина, когда уже развивается как женщина, мужчина на неё наезжает, а ей нравится. Она думает, вот если бы был слюнтяем, не наезжал, было бы хуже. Пускай выпендривается, зато мужик настоящий. Ну то есть это значит, что она уже созрела быть женщиной, терпит удар мужской, понимаете? Но пока люди не созрели, они должны жить раздельно. Пускай они, ну можно сказать друг другу на время до свидания или совсем до свидания и помучатся, не имеет значения. Имеет значение только понять, что сейчас с мужчинами и с женщинами этим двум людям встречаться не надо. Надо работать над собой, развивать себя как личность. Учиться увеличивать количество, запас, способности служить противоположному полу. Не способности служить, допустим, кому-то другому, учителю там, способности служить детям, а способности именно служить противоположному полу. Надо развивать себе эту силу. Служить — это не означает конючить и требовать, а означает только отдавать. И причём отдавать безвозмежно. Понимаете? Ничего не требуя взамен. Просто терпеть, отдавать и терпеть, и всё. Учиться этому. Когда человек научился это делать, он уже не будет говорить. Но я не хотела подчиняться и исполнять женские обязанности. Если ты начала встречаться с мужчиной, надо, значит, хотеть. Что значит «я не хотела»? Это не работает система. Надо сначала вырасти как женщина, стать зрелой, а потом замуж выходить. Но надо стараться быстрее стать зрелой. Потому что если вы будете созревать 20 лет, то потом замуж поздно будет уже выходить. Надо же ещё детей рожать и всё проще. Надо поэтому быстрее стараться созревать, как женщина. Такой вот ответ. Вы когда-то сказали, что две женщины в одной кухне — это много. Я и сейчас могу это повторить. Раздражает приготовление в пище вместе с мамой. Почему? Это мой эгоизм, мать желает добра, помогать и поучать. Понимаете, дело в том, что, конечно, это эгоизм. Почему маму не раздражает вместе с дочкой быть на одной кухне, а дочку раздражает? Потому что мама более зрелая, чем дочка. Она учит дочку, а дочка фыркает. Но так как мама имеет разума больше, она терпит это фыркание дочки. Понимает, дочка незрелая, глупая ещё. Понимаете, это нормально. Конечно, мама вместе с дочкой будет какой-то напряг. Но дочка должна понимать, что я глупая, поэтому я фыркаю. И уважать маму за то, что она не фыркает. Однако, если фыркает и мама, и дочка одновременно, это значит, мама тоже незрелая. Значит, что надо на кухне вместе не быть просто и всё. Пускай мама готовит, а дочка в это время будет что-то другое делать. Мама, допустим, это обязан сделать, дочка другую. Нельзя быть вместе. Если два незрелых человека находятся вместе, это значит, что будет скандал. Будут трудности. Поэтому надо как-то разделить обязанности. Или учиться послушанию. Потому что есть старший, есть младший. Что требуется от старшего, как вы думаете? Почему человек может быть старшим? Что от него требуется? Почему он старший называется? Что значит старший? Старший означает, он всегда выполняет свой долг. Старший тот, кто имеет ответственность. Старший означает разум. Если человек ответственнее других, он старший. Безответственнее младший. Что старший не имеет права делать? Он не имеет права не выполнить свой долг. В чём долг матери перед дочерью? Главный долг матери в чём заключается? Чтобы терпеть её и прощать. Мать должна учиться терпеть при бабахе дочери, потому что дочь-то глупее. И прощать. В этом заключается её долг. Чего мать таким образом не имеет права делать? Она не имеет права относиться к дочери жестоко. Она может, допустим, наказывать её, ругать. Но в сердце должна быть доброта, и она должна, в конце концов, снисходительно к дочери относиться. В этом её долг. Теперь, что младший может делать? Младший имеет право делать глупости. Младший — это тот, кто меньше разума имеет. Поэтому младший может фыркать, может глупости делать. Но при этом чего младший не имеет права делать? Ставить себя выше старшего. Если ты фыркаешь, если ты скулишь, если ты плохо себя ведёшь, будь добр, извинись потом. Значит, ты младший, ты признаёшь в своём... Ну, я дурочка, мама, прости меня. Ну, я дурочка, ну, что делать? Вот такая я. Глупая я, не могу пока сдерживаться. Ты научусь постепенно. Мама будет довольна, она скажет. Молодец, доченька. Давай, продолжай быть глупой. Придёт время, ты исправишься. Я верю в это. Всё нормально. Тогда и дочка, и мама вместе могут быть на кухне. Постепенно у них всё отладится. Мама привыкнет к дочке, та будет фыркать, и мама не будет обращать внимания. Я видел много раз, когда родители очень спокойно относятся к тем недостаткам, которые есть у детей. Но это не значит, что все остальные смогут спокойно относиться. Я, например, знаю одного ребёнка, он буйно помешанный. И он, когда пришёл к нам на лечение в офис, он перепинал всех сотрудников за пять минут. Он такой здоровый, он маленький, ему было сколько, пять лет, но он такой крепкий, квадратное лицо такое. Ну, очень сильный ребёнок. Мы втроём его пытались усадить, если что, он начал буянить. Сильный ребёнок. Мама спокойно. Вот что бы он с ней ни делал, она спокойно смотрит на неё, как будто он ничего не делает. Она привыкла просто, и всё. У неё нет никаких эмоций плохих, хороших. Она спокойно к нему относится. Он орёт, матерится на всех. Она говорит, «Зачем ты так говоришь? Это неправильно». Такая сажает его, разговаривает с ним. Он раз успокаивает, слушает её. Глаза квадратные такие. Слушает её. Что-то понимает. И он исправляется. Несколько раз я его видел, пытался что-то сделать с этой ситуацией. И он с каждым разом всё лучше, лучше потихоньку становится. Почему? Потому что мама, она взрослая, а он ребёнок. Она научилась терпеть его при бабахе. Его карму научилась терпеть. Значит, она разумная. Но если мама не может терпеть при бабахе своей дочери, значит, она неразумная. Но если дочь видит, мама неразумная, хорошо, значит, надо держать дистанцию. Надо, значит, не быть на одной кухне вместе. Потому что ни одного разумного человека нет в этой ситуации. Что, что делать? Надо держать дистанцию. Третий вариант. Дочка разумная, мама нет. Что в этом случае делать? Мама кричит на дочку, злится, а дочка должна прощать ей. И внешне уважать маму, а внутри понимать, мама у меня не совсем разумная, ничего страшного. Но внешне как бы прощать, кивать головой, соглашаться. И мама будет думать, у меня дочка необычная. Будет ее уважать. Понимаете? Но если вы считаете себя выше мамы, и при этом нет никаких признаков того, что вы выше, это значит, что вы неразумная в квадрате. И вот это вот большая проблема современных детей, которые настолько тупые, что не понимают, что старших надо уважать. Они постоянно грубятся старшими, считают себя выше, лучше их, образованнее. В этом заключается проблема современных детей. Ну что делать старшим в этом случае? Принять? Понять, что дети недоразвитые немножко, ничего страшного. Если будете смиренно относиться, они будут доразвитыми постепенно, разовьются. Я вас не замучил? Все нормально? Меня женщину любит женщина. Приехали. Меня не слышит, когда я говорю «нет». Вижу ее каждый день. Нет больше энергии быть веселой. Я гневаюсь. Вхожу в стресс, устала. Как поступить правильно? Если вы видите патологию перед собой, ну то есть патологию любви, допустим, до ребенка домогается мужчина, вас полюбила женщина, если вы женщина, то есть вы видите патологию любви. Так как любовь — это очень сильное чувство, и оно неуправляемое, поэтому единственный способ, как поступать, надо полностью немедленно разрывать отношения, делать это в очень жесткой и сильной форме. Сим-карту выбрасывать, менять, человеку делать стенку, не разговаривать с ним, не общаться, то есть полностью игнорировать его и держаться на полном расстоянии. То есть ноль. Никак не выяснять, ничего не объяснять, просто один раз сказать. Я не принимаю таких отношений, и все, истина. Когда ты стенку вот такую очень жесткую сделаешь, он побьется, побьется туда и успокоится, и все, его привязанность пропадет через какое-то время. Но другого выхода здесь нет. То же самое, если женщина, допустим, хочет выйти замуж, ее встретил молодой человек, который сильно полюбил, но он ей не подходит по всем параметрам, то есть он ей не нравится, то есть она видит, что с ним счастлива не будет. Что делать? То же самое. Очень жесткий стиль. Женщина иногда думает, ну как я его не должна обижать? Я ему мягко скажу, я тебя, ты знаешь, не очень-то люблю. Не работает. Если человек ослеплен, он любит, ему эти слова означают, что она заманивает. Он не может ей верить. Когда человек влюблен сильно, он не верит тому человеку, который находится рядом с ним. И вот это вот стиль вот такой, часто женщины выбирают такой стиль. Пожалуйста, не встречайся со мной. Я тебя не очень-то люблю. Не работает. Поэтому есть только два способа, как должна девушка себя вести. Первый способ. Очень жесткая стена. Никаких контактов. Вот жесткий, строгий стиль. Не подходи ко мне. Не трогай меня. Я тебя не люблю. Не хочу с тобой встречаться. Очень жесткий стиль. Тогда его отрезвляет, как бы он отстает. Но есть такие случаи, феномены, когда даже это не помогает. И он все равно лезет, даже несмотря на то, что она просто отшибает его от себя. В этом случае есть такой как бы способ. Занозу надо доставать другой колючкой. Поэтому надо просить какого-то знакомого парня. Пожалуйста, погуляй со мной под ручку. Несколько дней. Когда видите, что этот человек приближается, раз вы с парнем идете, его сразу отрезвляет. Он подходит. Что это значит? Надо сказать ему, что ты видишь, что и значит. А парень должен быть такой крепкий. Он такой должен кивать головой, да, говорит. Это значит, это все правильно ты думаешь, да. Его так отрезвлять будет постепенно. Он помучается, помучается и отстанет. Особенно, если парень будет очень сильный. Он отстанет сразу же. Он все поймет. Немедленно. Любовь сразу же проходит тут же. Понимаете? В этом заключается метод. Не надо выдумывать ничего. То же самое. Если женщина, допустим, влипла в ситуацию, ее обманули. Мужчина сказал, что не женат, начал с ней встречаться, затащил в постель быстренько и начал использовать ее, а сам женатый. И потом говорит, я жену бросать не собираюсь, мы с тобой будем просто встречаться. И женщина чувствует, отвязаться не может, она чувствует, испытывает привязанность к нему, не знает, что делать. Знаете, что делать? Надо прийти к его жене, когда он дома, и сказать, вы знаете, я такая грешница, я поддалась на провокацию и начала в результате обмана спать с вашим мужем. и он посмотрит, скажет, как ты смела дурить мою жену, пошла вон, что ты тут вообще делаешь в моей квартире, обманщица. Надо сказать, вы видите, как поет? А на самом деле, вчера спал со мной вместе. Немножко его еще помучить и уйти, и он больше не придет, сто процентов. Вот такой способ, очень простой. Колючка вытаскивается другой колючкой. То же самое, женщина хочет с вами встречаться. Ну, возьмите, придите к ней в гости с парнем, с молодым, который за вами будет ухаживать, и вы отдайте ему внимание. Она и успокоится, и прости все, и забудет о вас постепенно. Ну, как бы, разные способы, но надо действовать очень сильно, потому что, когда человек влюбился, его просто так не отрезвить. Слова не помогают, ничего не помогает. Нужны очень сильные действия. Или отстраняться, или показывать другого кого-то. Нет другого способа. Пятый год. Пишу докторскую диссертацию. Огромное желание не делать этого. Единственное, надо закончить начатое дело. Стоит ли себя заставлять защищать диссертацию только ради того, что ты не закончил это дело? как это влияет на характер? Часто это у женщин бывает такое. То есть они начинают наукой заниматься, им надоедает, и не знают, что дальше с этим делать. Но в целом надо понять, что женщине в основном это не нужно. То есть женщине нужна просто нормальная, спокойная работа, и не нужна диссертация, там какая-то наука, чаще всего. Однако же иногда бывают такие случаи, когда всё-таки это нужно. И обычно Бог даёт возможность закончить. Надо посмотреть просто, на каком месте возникло это желание не писать дальше. Если вы только начали диссертацию, и вы почувствовали, что не хочу писать, это значит, лучше её не писать. А если вы чувствуете, что уже почти написано, уже там осталось немножко доделать и защитить, тогда лучше это доделать. Потому что иногда судьба посылает препятствия непреодолимые. Это означает, что этого делать не надо в жизни, это неправильно. Судьба указывает, не ту дорогу ты пошёл, поэтому возникает стена, и ты в неё бьёшься, и ничего не можешь сделать. А иногда бывает, человек уже всё доделал, ему чуть-чуть небольшое препятствие возникает, и оно выглядит как очень большое. Целью, чтобы он это преодолел. Поэтому смотрите по тому, что происходит. Если вы видите, что вы уже почти всё сделали, судьба вас подвела к этому, защитите диссертацию. Может быть, она в жизни понадобится. Если вы чувствуете, что ещё непочатый край работы, у вас никакого желания это делать нет, оставьте. Почему? Потому что желание исходит от сверхдуши. А Бог знает, что человеку в жизни нужно. Поэтому если Бог говорит, не делай этого, и там ещё непочатый край работы, надо закончить это всё. Потому что вы, значит, от своей жизни силы отрываете. Часто бывает так, что женщина все силы отдаёт на эту диссертацию, и пора уже рожать ребёнка. И у женщины вот эта возможность рожать ребёнка, она какое-то время существует, а потом пропадает. То есть женщина не всю жизнь может рожать ребёнка. Это не пулемёт Максим, понимаете? Вот, женщина может рожать ребёнка только какое-то время. Она, допустим, вот сейчас может рожать, и у неё всё, у неё отваливается. Работать не хочет в это время, она диссертацию писать не хочет, она хочет успокоиться и в спокойном состоянии остаться. Потому что в это время ей как раз надо зачинать ребёнка, и она от всего отстраняется, понимаете, в это время. Так работает инстинкт женский, сохранение энергии на зачатие. И надо подпочиниться этому инстинкту, надо всё оставить. Женщина не может быть стабильной, потому что она должна рожать детей. Поэтому в какой-то момент женщина может оставить работу, оставить всё, но если она замужем, и муж готов с ней сочинать детей, она готовится к защатию, всё остальное по барабану. Она зачинает ребёнка, выращивает её чуть-чуть, потом всему возвращается назад. Потом приходит время, опять она чувствует, всё надо бросать. Значит, опять пора зачинать детей. И так далее. Надо вот это вот свойство женской психики понять, что женщина не может быть во всём стабильной, потому что она иногда не может принадлежать самой себе. Она иногда принадлежит мужу, иногда детям. И поэтому она не может быть стабильной полностью во всём. Надо также понять, что вообще это закон жизни. Ты идёшь, допустим, каким-то путём и чувствуешь, что стена встала. Надо понять, что это за стена. Если ты движешься дальше в этом направлении, возрастает страх, тревога. Ты чувствуешь, что это ужасно. Ты начинаешь молиться, и знаки неблагоприятные идут, что этого не надо, этого не надо делать. Это плохо. Значит, не делать. Надо пойти другим путём. Бывают трудности очень большие, но ты молишься Богу и знаки, что всё хорошо. Иди этим путём, несмотря на трудности. У меня была ситуация такая в жизни, что я принял такое решение, мне очень трудно было. Но я начал молиться, 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 и так, и так молюсь. И смотрю, от Бога идёт такая благодать. Он говорит, всё будет хорошо, не волнуйся. То есть святым людям Матрон начал молиться, она такая кивает головой, это правильно делаешь, молодец. Чувствую, такое идёт поддержка. Поддержка. А ситуация очень трудная. Я думаю, надо продолжать. И точно всё получилось очень хорошо. Если ты молишься, чувствуешь никакой поддержки, как бы нет вдохновения вообще это всё делать, нет никаких знаков хороших, надо, значит, обходить. Не идти этим путём, надо огибать его. Такой, в общем, признак. Если ты чувствуешь непреодолимые препятствия, чувствуешь, что дело очень тяжёлое, непреодолимое, значит, Бог показывает, не надо этого делать. Опасно для твоей судьбы. Но если есть знаки хорошие, но трудно, надо, значит, преодолевать. Понятно, как это работает система? Это не касается войны. Когда человек пошёл на войну, ему знаки идут, допустим, едет танк. Трудно. Надо обходить. Ты повернёшься задом, он тебе выстрелит в зад, и всё, и на этом всё закончится. Понимаете? То есть есть разные вещи. Когда война означает, что ты должен погибнуть, и тогда ты не думаешь, трудно, не трудно, ты просто сражаешься, и всё. Может быть, ты не погибнешь, это уже от Бога зависит, не от тебя. Но ты не должен огибать препятствия в этом случае. Но мы сейчас не на войне живём, поэтому надо просто принять получила персональную молитву. Сказали, что её повторение про себя действует лучше, чем воспевание вслух. То это, короче, путь к Богу. Как вы думаете? Я ничего не думаю, просто есть правила определённые. Есть молитвы, предназначенные для всех, есть молитвы, предназначенные для конкретных индивидуальных людей. В целом, сейчас очень много профанации в этой связи, потому что, на самом деле, я сейчас объясню, когда человек имеет право внутренне читать что-то про себя. Дело в том, что вообще молитву надо читать вслух, потому что звук взращивает разум и очищает сердце. Чистый звук, связанный с именами Бога, с молитвой, опрощённый к Богу, он сжигает грехи, этот звук, и делает разум сильным, способным контролировать судьбу. Понятно, да, что звук делает? Если человек читает что-то в уме, то в это время что работает, ум или разум? Ум. Человек в уме читает, работает ум. Разум взращивается в это время или нет? Нет. Однако же следует знать, что если человек настолько сильный разум имеет, что звук разума может звучать так же и в уме, ну то есть это не просто, что человек думает о молитве, а эта молитва очень сильно звучит прямо в уме, то это значит, что он может читать молитву в уме. Это очень редкий случай. И, допустим, в ведической культуре это считается брахманической инициацией. То есть если человек ушепчется на ухо молитва или мантра, которую он должен читать только в уме, это значит, что он получил брахманическую инициацию. Это значит, что он квалифицирован быть настоящим священником. Это значит, что его разум уже очень сильный, чистый. Он контролирует полностью свои чувства, этот человек, и он способен уметь читать молитву. Но все равно у него есть также и молитвы, которые он читает вслух. В основном он читает вслух, но какую-то часть времени в течение дня он читает молитву про себя. Понятно? Это очень серьезный и ответственный шаг получать такую инициацию. И если вы сомневаетесь в этом, вы говорите, правильно ли это читать про себя, значит, вы не квалифицированы человек точно в этом плане. Потому что квалифицированный это тот, кто изучает эту науку, знает точно, как это работает. И только после этого он принимает такие шаги и решения. Часто сейчас люди вообще не понимают, что такое мантры, молитвы. И им какую-то инициацию заезжий гастролер дает. И они начинают это читать с верой, думают, что это все правильно. Будьте осторожны. Если ваш духовный учитель квалифицирован, он очень хорошо понимает ваш уровень, и он ни в коем случае вам не будет давать то, чего вы не сможете сделать. Поэтому, если вы хотите развиваться духовно, принимайте те настрои, молитвы там, которые вы можете выполнить. Если это для вас невыполнимая вещь, а для простого человека читать молитвы про себя невыполнимая вещь, еще раз повторяю, что это может делать только очень высокоразвитый, квалифицированный священник, но человек, который серьезно донимается духовной практикой, он способен это делать. Все остальные должны молитву или шепотом читать, или вслух. Одно из двух. Потому что так развивается разум. Развитый разум может звучать молитву и в уме. Как определить, что у вас развитый разум? Вы начинаете читать молитву, она очень сильно звучит в уме, вы в уме читаете, и при этом вы не спите, вы испытываете сильное вдохновение. Молитва очень сильно звучит в уме, и она вас вдохновляет на духовную жизнь. Это значит, что у вас очень сильный и чистый разум. Но если вы начинаете читать молитву в уме, и у вас так понесло, значит, рановато. И эта инициация была неправильно сделана, неквалифицирована. Если повторение молитвы вслух взращивает силу повторения, то такое повторение в уме ничего практически не взращивает. Можно 10 лет так повторять в уме молитву, и ничего не изменится в твоей жизни. Поэтому будьте серьёзны. Подруга подняла энергию Кундалини. Очень сильно сомневаюсь, что она именно энергию Кундалини подняла. Потому что если бы ваша подруга подняла энергию Кундалини, вы бы её рядом с собой уже не видели. Потому что энергия Кундалини поднимается для того, чтобы оставить это тело и отправиться в духовный мир. В процессе поднятия энергии Кундалини сжигаются все грехи, и когда энергия Кундалини выходит из макушечного центра, в это время лопается кость вот эта вот, затылочная, и душа вместе с духовной энергией со своей уходит в духовный мир. Такое событие в жизни йогов встречается крайне редко. Даже в предыдущей эпохе, когда энергия была очень чиста, очень редко какие йоги достигали такого могущества. В ведах описываются, какой образ жизни они жили каким образом жизни. Такие йоги сидели в Гималаях на снегу, ничего практически не ели в это время, когда они поднимали Кундалини, и они питались просто праной, психической энергией из пространства. Но до того момента, как они достигали такой силы, они жили обычной жизнью, питались раз в день и так далее, занимались йогой. Но как только они достигли такого совершенства, чтобы поднимать Кундалини, тогда они уже садились в Гималайи, и снег даже не мог сделать их холодными. Больше того, они сами растаивали этот снег с помощью своей энергии. И даже когда рисунки таких йогов рисуют, то как бы снег вокруг, а под ним снега нет. И от него идёт жар, и он сияет, как солнце. Энергия Кундалини — это огромная сила. Надо понять, что у Кундалини, энергия Кундалини, она идёт вдоль сушумной. Этот канал психический, сушумная, имеет четыре слоя. Только самый глубокий слой называется Кундалини. Все поверхностные слои имеют очень грубую, жёсткую энергию, и когда человек их начинает будоражить, это очень сильно портит здоровье. Я вот записку дальше не читал, теперь читаю, что дальше с этой девушкой, которая пыталась влиять на энергию Кундалини, произошло. Подруга подняла энергию Кундалини и строит тело света Меркаба. Очень убеждает следовать её примеру. Как вы к этому относитесь? Но чаще всего эти люди заканчивают печально. Я знаю несколько примеров. Очень сильно расстраивается здоровье. Одна такая моя знакомая, она поднимала Кундалини, занималась левитацией, ну как мантры по этому поводу читала, в течение 12 лет. И она настолько сильно расстроила своё здоровье, что даже камнями не смог её выровнять. И только после того, как она занялась духовной практикой, начала имена Бога повторять, у неё психика постепенно пришла в равновесие. Поэтому я считаю, что эти практики крайне вредны для современного человека. Почему? Потому что надо понять, что поднятие энергии Кундалини — это деятельность отречённых монахов, и это самый высокий уровень работы над собой, который только существует на Земле. Это крайне труднодостижимая вещь. Это всё равно, что можно сравнить с тем, что вы будете пытаться сейчас с одной девятиэтажки на другой ходить по канату, тренироваться в этом. Вам надо сначала научиться ходить по дороге, потом научиться ходить по кирпичам, которые в ряд сложены, потом кирпичи эти поднять повыше. И понимаете, это очень постепенный метод. Но если вы сразу встанете на канат и будете тренироваться ходить на девятиэтажке по канату, то что произойдёт с вами? Тю-тю. Произойдёт. Просто упадёте и разобьётесь. Вот и всё. То же самое здесь с Кундалини, не шутит. Это очень самая сильная энергия в этом мире. Эта энергия может разрушить не только тело. Эта энергия может всё, что угодно вообще разрушить вокруг. С помощью этой энергии можно убить кого хочешь и так далее. Это неуправляемая для человека энергия. Эта энергия имеет духовную природу, она принадлежит Богу. Поэтому только чистая душа может подчинить себе эту энергию по воле Бога, понимаете? Не обольщайтесь, не думайте, что вы можете это делать. Посещаю храм. Воскресные программы. Как соотнести вечернюю освященную пищу и соблюдение режима дня? Знаете, дело в том, что бывает такое, что в некоторых традициях ведических в храмах не соблюдают режим дня. могут, допустим, освященную пищу приготовить вечером. И если вы посещаете храм раз в неделю, ничего страшного, если вы покушаете освященную пищу вечером и утром немножко позагибаетесь. Дело в том, что при этом здоровье страдает, но духовная чистота увеличивается. Но это делать надо нечасто. Если каждый день человек освящает пищу и ест её вечером, и не ту пищу, которую надо по вечерам есть, то он угробит себе не только здоровье физическое, но также и духовное. Мы вчера говорили о том, что тело должно быть здоровым для духовной жизни. Если вы чувствуете, что даже раз в неделю вам тяжело есть такую освященную пищу, у вас здоровье от этого портится, тогда ходите в храм, занимайтесь духовной практикой и ешьте только ту освященную пищу, которую можно есть по вечерам. А ту, которую нельзя, лучше воздерживайтесь. Я знаю много возвышенных людей ведической традиции, ведических традиций, которые на таких программах не едят по вечерам освященную пищу, а едят её утром или днём, когда положено. И при этом они не деградируют. Меня хотят уволить с работы. Сын 19 лет, остался без работы. Сын хочет учиться, нет денег. Быт полностью разваливается. Муж умер 8 лет назад. Единственное, что ещё осталось, немного здоровья. Что делать? Надо понять сыну, что если у матери нет сил работать, и её уже почти уволили, то это значит, его судьба такова. Он должен своё желание учиться, оставить и искать любую работу, которая только есть. Если в этой стране он не может найти работу сам, и его мать тоже очень немощная и безработная, значит, он должен ехать в другую страну и искать работу там. И если есть возможность, перевозить туда также свою маму. А если нет, оставлять здесь и кормить её. Таким образом надо выживать. То есть, если судьба такая, что нет возможности учиться, значит, человек должен смело принять эту судьбу и понимать, что Бог даст такую возможность выучиться позже. Это стопроцентный факт. Но если ты эгоист и не хочешь помочь матери, которая болеет, то Бог тебе вообще не даст никакой возможности учиться. А если ты захочешь учиться в это время, и она помрёт с голоду, значит, эта учёба принесёт тебе одни страдания. Я вам сейчас приведу классический пример по этому поводу из своей судьбы, и судьбы знакомых людей. Одна моя знакомая девушка занималась серьёзно духовной практикой. И она занималась ей неправильно. И вы сейчас увидите, почему. Она жила в одном городе вместе с своей мамой, но она старалась больше посещать духовные мероприятия. И в какой-то момент она перестала жить вместе с мамой, по-моему, поселилась в храме. Ну, то есть она перестала жить вместе с родителями. И в один прекрасный момент её мама заболела тяжёлой, неизлечимой болезнью. И она попозвала свою дочку и сказала, «Дочка, пожалуйста, я скоро умру, живи рядом со мной и помогай мне. После того, как я оставлю тело, квартира достанется тебе, и ты сможешь дальше заниматься здесь своей духовной практикой». На что дочка ответила, «Мамочка, ты тут сама выздоравливай потихоньку, а я поехала в святое место в Индию, и там буду некоторое время находиться, и потом вернусь назад». Когда дочка таким образом поступила и уехала в Индию, мама почувствовала, что она скоро уже умрёт. Она пригласила к себе сострадательную девушку, которая заботилась о ней. И когда она оставляла тело, она этой девушке написала завещание, что она даёт ей свою квартиру. Когда дочка приехала, мама уже не стала, она припёрлась в свою квартиру, ей дали пинка под зад. И она осталась без жилья, а как раз в это время она плохо себя чувствовала, ей требовалось жильё. И она начала скитаться, как нищая, пытаться то там, то там пожить немножко. Её везде выпроваживали через две недели. И так она получила наказание за своё свинство по отношению к своей матери. Настоящая духовность означает, что человек выполняет свой долг перед людьми. В этом признак духовности, а не в том, чтобы делать очень духовный вид. Поэтому если ты не могла своей маме помочь и осталась без жилья, это вполне справедливо. Не надо думать, что мама виновата, что она написала жильё на другого человека. Она сделала абсолютно правильно это. Абсолютно правильно. Потому что такого ребёнка надо обязательно наказывать. Поэтому нужно работать в этой женщине, как она может, и сказать своему сыну, что он должен тоже работать, а не учиться сейчас. В этом заключается выход. А если она уже не может работать, тогда тем более сын должен работать. Если сын не хочет работать, тогда надо оставить его на собственном содержании, перестать заботиться о нём и пытаться выжить самой. Но потом этого сына надо наказать. То есть это значит, что он неправильно воспитан, его надо наказывать. А? Время, да? Вот у нас записочки надо взять сейчас куда-нибудь, чтобы они не потерялись. То, что я не отвечал. Вас устраивает такой ход беседы? Нормально? Всё, спасибо. Я тоже очень благодарен вам, что вас устраивает. Потому что мне нравятся такие вот беседы. Мне кажется, что это хороший способ лекции читать. Сели прямо. Я желаю всем счастья. 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 любви, здоровья, духовного прогресса, всего самого наилучшего. Спасибо вам большое, что вы пришли на лекцию. До вечера. Счастливо. Спасибо.